Берешь там ченнелинг, есть такое, вот все тоже хорошо, надо бороться с этим, надо бороться со всеми желаниями, там так же Хагавадгита, надо бороться со всеми желаниями человеческими, я говорю, как со всеми, да, надо все погасить, а мое желание к женщине, не будет размножаться, а кушать, а пить, а дышать, как это все, надо отследить не божные желания, не верные желания, вот это да. А Сократович сказал, что настоящее самообладание не есть вот эта внешняя дипломатия, а настоящее самообладание, есть внутреннее согласование с твоими, то есть ты не хочешь ничего лишнего. Я ведь никогда не запрещал себе ни выпить, там ничего, курение у меня правда отвалилось сразу, еще до того, как я начинал. А вот потом смотрю, а мне нет желания, ребята, пошли, ну посидим, водки выпьем, бильярд там, на шашлыки и все. А я говорю, знаете, меня нет не хочется. И вот я постепенно стал уходить, мне время очень ценно, мне надо для другого вот хочется, а не просто сидеть и прожигать вот это. И я не запрещал, оно мне само уходило. Желание много кушать, и тело сразу ответило, но из такого грузного мужчины стало превращаться меньше, меньше, меньше. Размер остается, 52-54, а вот не нужно, постоянно уходить. Восстановились какие-то качества, можно позаниматься у меня, гибкость появилась, я не боюсь падать, у меня ничего не ломается. То есть тело отвечает этим. И вот это одно из факторов, то, что я на правильном пути, потому что одно бывает успех, как вот кавалерийский атак, ты получил, а потом сможет человек зависать, в чем дело. Значит я наткнулся на какую-то преграду, и нельзя на душу к этому относиться, надо идти, в чем дело, а забраться, поправить свой путь. Туда оказывается надо, а то человек линейно мыслит, если так было, то человека нет ничего подобного. Ступень прошел, а следующая ступень требует коррекции определенной. И в этом сильно христианство, что оно как раз единственное, что не требует коррекции. Люди начинали со многих вариантов. И как говорится, а вду приходили и говорили, а вот вду полная чаша, а там не полная чаша. Почему я говорю, любой вводящий человек в эту зону, вводящий из материализма, совершает благо, но только там ограничения. Поэтому Иисус когда-то и сказал, что никто, как только через меня, не пробьет этот потолок. Почему? Объясняю почему. Это не пустые слова. Тьма настолько сильна сейчас, что пробить вот эту огромную черную глыбу, как шахтеры, который завалил километров двадцать породы. И пробить эти двадцать километров. Ни один экстрасенс, ни один гуру не в состоянии. Почему сменилась плеяда пророков, которые приходили. Это сотворенные существования, мы даже сейчас нарисовали. А Иисус не сотворенный, сам Бог пришел к нам. То есть, а Бог по силе бесконечен. А первосотворенные, Моисей, Кришна и так далее, они конечны. Все сотворенное конечное, по силе, а Бог бесконечен. Отсюда, чтобы пробить вот эту глыбу, нужна бесконечная сила. И не только ее пробить, а держать открытым коридором для людей, чтобы они туда шли, чтобы эта многимиллионная масса тьмы и завалила это все, этот проход. На это способен сейчас только Бог. Поэтому любой вводящий вас в состояние связи не даст вам того, что дает христианство. Вот в чем дело. Поэтому, когда вы открыты Христу, по-настоящему верите в Бога, то тогда у вас шанс есть. То есть, любая другая величина бесконечно малая по сравнению с этой величиной бесконечности. Вот и все. И мне говорили, ну ведь Иисус говорил противоречил. Почему? Он сказал, кто не со мной, тот против меня. Значит, он отрисал все религией. Ничего подобного. А в другом месте он говорил. Я пришел не нарушить, а соблюсти пророки и законы. Пророков и законы. А почему это рассказывать не ничего подобного? То есть, он, скажем, пришел и говорил теми же словами, что и пророки. Просто слово его намного сильнее. Слово это не просто звук. Слово пророк имеет, опять же, ограничения. Слово Божие имеет бесконечную силу. А если вам говорит какой-то человек, даже сильно вооруженный, хорошо, энергетика его слова остается, в принципе, мозг и чувство. Астральный мир. Выше он не может идти, он заповедей не выполняет. Мало того, даже если он выполняет заповеди сероя, это человеческая сила слова. А вот и ракетное топливо получить можно только оттуда. Поэтому сейчас вот этот штурм человеческого сознания начался оттуда. Если вы хотите выбраться отсюда, беритесь вот за это и вперед. Если вы считаете, что уедет какие-то другие пути, пожалуйста, идите. Но только Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Вот и все. Он не был против правды, не был против Моисея и против предшественника. Просто он был сильнее, намного сильнее. Нарисуем вот эту схему. Отоделимся в понятии. Вот бесконечность творится. И у воли сотворен мир. То есть творение. Творение состоит из первосотворенных духовных. Духовный мир. От этого рода Масу я вчера немножко говорил. Сущностное кольцо сил. Сущностные, они, скажем так, дышат только вниз. По воле Божьей они не имеют свободы выбора. Они передают информацию, передают свет, жизнь. По воле Божьей они посредники. Дальше начинается эфирная составляющая. Часть этого эфира нами запачкана. То есть нижний слой. Вот он и называется у магов астрал. Вот по-русски это что-то чувство. Чувственное мир. Он примерно в 400 раз быстрее, чем следующий. Мир мысли. То есть мозг оперирует электромагнитные колебания С. А тут 400 С. И так далее. То есть если человек оперирует действие слова, мысли и чувства. Вот это у него составляющая. Заперто. Причем по его собственной воле. Материализм отсекает человека вот на этой границе. Я не верю в Бога. И человек строит формы. Я закрылся. Нет никакого вола. Ну и все. И он остается отрезан от собственного меня. Вот его я. А он даже не верит, что это он. Он считает, что это вот он. Далее. Волны. Если уж мы о волне говорим. О скорости. В эфирном мире значительно отсюда до сюда скорость меняется. Но не сильно. А вот тут уже в сочности вверх. Тут намного быстрее волны. А в духовном еще быстрее. У персореных еще быстрее. А вот тут начинается уже бесконечность. Интерпретация креста. Крестная сила. Вокруг креста и крестом. То есть сотворено творение. А что это такое? Это всего лишь символ. Физическое определение. Люди когда-то все просили. У меня было много времени. Я говорю, а что же такое символ креста? Светящийся крест, который был за фигурой креста. Вот он шел. И крест, и голый был. Символ Духа Святого. Символ Истины. Так вот. Когда я прочитал в Большину, что вот эта воля сотворила. Крестная сила сотворила мир. Вдруг для меня вот что-то стало доходить наитие. Помните Альфа и Омега творения. То есть такое. То есть первая и последняя буквы греческого альфа. То есть начало и конец. И вдруг у меня стали формироваться образы. Что вертикальная планка соответствует мужскому типу энергии. Вращательные потоки идут так. А горизонтальная планка женский тип энергии. По часовой стрелке. Мы можем попробовать эти потоки. Если будет время сегодня. И что дальше. Если вы немножко помните элементарную нигу. Лямбда равна единица на Т. Обратно в пропорциональный период околеваний. Длина волны. Так вот. Если представить, что вот такая волна. Если вы растягиваете эту ниточку. Во что она превращается? Прямую. Прямую. То есть лямбда стремится к бесконечности. То есть льна волны стремится к бесконечности. Здесь такое математическое выражается. Дальше. Лямбда стремится к чему? Если ее сжимать. Точка. Волна к нулю. Вот пожалуйста. От нуля до бесконечности сотворено творение. Это мир вибраций. Всевозможнейших. Тут их разновидностей не с чести. А вот здесь начинается как стоячая волна. Нечто такое, что наш мозг определить не может. Мы ее воспринимаем как благодать, как радость, как любовь. Но физически наша физика определить это не может. Не в состоянии. И душина об этом пишет. Люди странные существа. Они хотят понять вот это все. Прямо у них требуется это мозг. Что там? Что такое Люцифер? Он тоже отцу. Божественный мир. Это Архангель. А вот здесь разобраться с собой не может и не хочет. Вот это очень странно. Пришедший в первый класс человек не осваивает ни первую программу. Первый класс, второй класс. И ему дай сразу 10 класс со всеми словами. Он дай. Вот мы такие, к сожалению. Поэтому нужно совершенно последовательно один или другий инвекантов проходить это. Любая эзотерика, любой гуру, все, что они сейчас тысячи и тысячи, это отмычка от небес. Отмычка. И только Иисус Христос дал настоящий ключ от этой двери, к которой можешь пойти спокойно. Потому что ты находишься под защитой вот этого луча, который создает тебе корридор. Поэтому Иисус сказал, вот ваша туча, вот вам аванс. Идите. Прошлое ваше, если взято так условно, это прошлое. Побеждает зачем? Прощайте и прощаливуйте. У вас будет таять, как вы это четко. Только через смирение. Другого способа нет. Ни один священник, ни одну климки вам никогда не отпустил и не отпустил. А вот новые грехи тормозите, я вчера методику это давал, против всяких эмоций. И опирается они не на знание какого-то бацанка, а опирается она на либо качество Бога. Помните, страх убеждается в вере в Бога, в том, что Он абсолютная сила, намного сильнее. Чего-то эта вся грязь наша, за многомиллионную историю, она всего лишь конечна, а Бог бесконечен. Поэтому мы с Ним соединяемся в желании, в вере, мы победители уже априори. Только надо идти, идти по максимуму, все условия себя давал. Вот и все. Туча состоит из текущих ошибок и прошлых. Прошлое еще раз выписывается с вилением, а новое торможение идет. Меньше, меньше, меньше. В конце концов, когда-то этот клим сойдется на нет. Это наша цель. Тогда становится человек абсолютно чистым. Далее, по скорости я уже сказал, теперь по времени. Чем быстрее волна, тем быстрее скорость жизни. То есть, как мы говорим это понятие, быстрее время. Поэтому в Библии есть фраза, и там тысяча лет, как один день. Это буквально так. То есть, проходит здесь тысяча лет, вернее, а там здесь, в духовном мире, это как один день. Это первый мой опыт, в 94-м году, когда я вышел за пределы тела, я не старался, просто мне сказали, что есть какие-то варианты нащупаешь. Я вот ушел, как бы вдруг вижу точку светящуюся, я говорю, ну для меня это вход. Я туда кинул себя как-то, и вдруг я вылетаю в какой-то мир, вот как бы не вечерний свет там. То есть, свет откуда-то идет, но источника не видно. И я начинаю, вижу какую-то, как голубая планета, и я туда хочу, я туда попадаю. И меня встречают какие-то существа, как будто я после долгой войны вернулся в отчий дом, настолько тепло и хорошо. И я говорю, как я хочу сюда, мне говорят, себе рано сюда. Показали мне, какой я по сравнению с ними, они какие-то, знаете, прозрачные стрекозы в таких площадках. А я как черепаха, коричневая, какая-то едва-едва передвигающаяся, говорят, ну ты стань таким сначала. Ну нет, это не твой мир пока, это дом твой, но ты должен это заслужить. Это был именно 4-й год, апрель месяца, то есть первый пошел его власти тогда. И я думал вот по тому, что я воспринимал, что мне там показали, ну и в ковчег, там еще что-то. И я говорю, мне надо возвращаться, и я говорю, подожди, у тебя сосуды плохие. И на меня какие-то такие мелкие существа набросились, как муравьи мелкие. Они чувствуют, как они в меня вошли, и у меня такое ощущение, что у меня закипело все. Мне очень приятно было. Потом и все, теперь у тебя нормально. Я выпадаю оттуда, сижу в кресле, уже начинаю соображать. И вот знаете, я как будто мокрое пальто одел, тело. Какое же оно неподвижное после того, что я там испытал. Это первое было. А второе, я посмотрел на часы, я думал, что 5-7 минут или там, прошло 2 часа. Я думаю, что это со временем, значит, там оно не равно, вот это. То есть там 5 минут или там 3 минут, а здесь он сколько-то времени пошел. И когда стал разбираться, мне сказали, что это ты, кто-то здесь, тебе показали, кашловаться. А теперь иди туда, и добывай свой уголек. Честно, начинай. Но мне было настолько хорошо, что это цель, которой стоит это достичь. То есть настолько легкость, подвижность, совершенно другой мир, совершенно другие условия и возможности. Поэтому помните, что это жаркое время, я опишу, как пирамида времени. Здесь время так, здесь уже другое, здесь оно вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. А здесь времени нет. Ибо совершенство не нуждается в параметре времени. Почему? Совершенство не меняется. Оно абсолютное совершенство. Пространство наделено временем, там, где происходят процессы совершенствования. Вот и все. И мы пришли вот из этого мира, где время намного быстрее, за то, что мы это время там не понимаем, не осознаем. Мы не осознаем своей духовной задачей. Мы не осознанное духовное. А верхняя полочка, это сознательное духовное. Для того, чтобы перебраться на более высокую полку, вот сюда, по рай, называется, в Библии, мы пошли путешествовать. Одеваем оболочки этих миров, чтобы не созерцать их, а участвовать в этих процессах. Поэтому тело нам позволяет участвовать здесь. Астральная оболочка нам позволяет участвовать здесь. Мысленная, ну, здесь и так далее. И пока мы не научимся правильно жить здесь, потом и здесь, и здесь, и здесь, только сюда мы попадаем, это как классы образования. И самый тяжелый класс, это земля, потеря. Потому что здесь большая вязкость, очень медленное время. Если мы не пройдем этот урок, нас верно не выпустят. Поэтому человек приходил. Один раз пришел, не понял. Второй раз пришел, не понял. Третий, так, четвертый. У кого сколько жизней, в конце концов, накопление этой отрицательной массы, привело к тому, что Бог сказал, «Вы, мои дети, по сути, я вас отче, отче наш, почему вы говорите? Привдухи, мы рождем Бога. А ну вы совершенно ушли от меня». Родители от таких детей обычно отказываются. Мне не нужен наркоман, убийца, развратник там никакой. Сколько же с тобой можно работать, ты же не слушаешься. Поэтому отец, понимание, у нас нет больше такого с сыном. Горько, больно, но мне нет. Потому что человеку стыннее, нет такого ребенка. Но Богу немножко другое. Вот здесь мы разрушили практически все, вот этой грязи. Но по сравнению с остальным творениями, это крохотный пятачок. Поэтому сейчас свет вот так окружил, эту всю грязь с материи. И начинает, что? Возвращать в ускоренном режиме все камни. Я немножко по-другому вчера это рисовал. Вы помните, что на основании одного человека, что сеют, то и пожинают. Но если он не хочет в смирении принимать наказание, он начинает воевать с законом. Беда-то это воина с Богом. Уныние, раздражение, коньяк, это все воина с Богом. Поэтому, когда людям объяснишь, да, сразу это не освоишь, но проходит период, какой-то человек меньше, меньше, торможение идет. Инерция огромная, это как бешеный скорость и несящий, несущий состав. И вот сразу не остановишь. И тормозной путь. То есть, кто-нибудь говорит, что это так. Но свет неумолимо давит. И вот это все сжимается, и внутри этого кота начинается возглавь. Через войны, через катастрофы. И так, и болезни. И атрофился, кефир направился. И в глаз что-то попало, загновение, и все, и начинается абсцесс. У всех вот что-то происходит. Сколько я не знаю, как здесь, но там, где я живу, люди. Ведь у меня сотни и сотни людей звонят, и окружение. Говорят, у нас тут такое происходит. Ты не успеваешь, там смотришь, что-то похоронили. Этот болеет, этот разорился, этот дом сгорел. Что такое с детьми, что творится? Потому что пришла пора отвечать, пришла пора собирать камни. Мы их очень долго разбрасывали, всю историю. Теперь давайте. Либо вы выйдете отсюда, каким образом научите жить по закону. Либо мы были погребены вот этими козыщами и природными какими-то катастрофами. И по-другому это можно нарисовать. Скажем, вот планета, Земля. И вот свет ее сейчас только хватил. И говорит, выходите отсюда. А свет предлагает определенный ритм. Я вчера говорил о максимуме. Вот свет работает по максимуму. Именно этот максимум мы должны достичь. Каждый свой максимум. Потому что после чистки этой грязи, планета начинает возвращаться на круги свои. А по вибрациям, я говорю, это не какая-то генетическая высота. Меняется вибрация, и мы начинаем приближаться к свету. Но грязь не подобна свету. Наконец, Земля будет очищена от мрака. И вернется в свое первознанное состояние, как до грехопадения. Но на ней останутся только люди, которые соответствуют этой энергетике. То есть чистые. В чем дело? Поэтому либо мы будем успевать за графиком света, либо свет нас отринет. Это неизбежно. Это жесткий, конечно, жесткий вариант. Но другого боку это. А у меня другой выхода нет. Потому что диалог с вами я вел миллионы лет через пророка. И ни разу вы не пошли за ним. Ни разу. Потому что тут же проходимцы делают из религии свои варианты, растаскивают их. А люди им верят. Почему вы им верите? Непонятно. Дает вам это благо. Вы живете все хуже и хуже, и этим всем до гениям верите. А попробуйте научиться. Ищите и обрящите все это сказанное. Немножко вот с тем местом, где мы живем, понятно, да, взаимодействие вот этих миров. Мы представлены как суперамфибии. Мы эти, 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 эти. А мозг нам говорит, нет, мы живем только здесь, и ничего другого нет, никаких жизней нет больше, никаких миров нет больше. Потому что мозг это как, как островитяй, он никогда ничего не видел. Он видел только линтермагнитные колебания, и способные переживать. И это используют цифер, когда-то, это заговорение людей. Чтоб мы туда и не смотрели. Чтоб мы были постоянно рабами вот своих грехов. Тоже Иисус сказал, каждый совершающий грех, есть рабство и уреха. Потому что мы боимся чего-то, мы завидуем, мы там ревнуем. И нам это так плохо. Рабство всегда плохо. Познайте истину. Истина сделает вас свободными. И от этого вы будете знать, как это делать, будете знать, как это делать. Это и есть путь к истине. Без движения нет пути. Я ничего нового абсолютно не сказал. Я говорю то, что когда-то говорил Иисус, просто я расшифровываю эти фразы. И вам даю подробную, как бы, их интерпретацию. Если у вас какие-то возражения и сомнения есть по поводу этого, говорите, не стесняйтесь. Я тогда постараюсь, может, в вашем каком-то ракурсе. Все это подать. Потому что человеческие группы, скажем, они разные. Для подростков одно, для студентов другое, для пенсионеров третье, для верующих настоящих, кто думает, что они верующие, четвертое. И верующим я говорю, ну ладно с материалистами. А вы верите в Бога и в то же время злитесь, унываете. Знаете, это почему? И надмечаем объяснять им, да, говорит, ну нам никто так не говорил. Почему я говорил? Ищите. Теперь давайте поговорим, ну может, дадутся влюблевыми. Поговорим о моих комплектных вещах. Вот человеческое существо, его дело. Вот, скажем, любой из вас может быть этим человеком, икс. И какой-то человек будет, икс, икс, ик, ик. Вам от него плохо. По какой-то причине. Он может молчать, улыбаться, но при этом от него идут определенные эмоции. Скажем, он вам завидует. Зависть перекрывает вам путь к удаче. Начинается отрезание цвета. Я это вижу. Почему я сразу вижу, что человек завидует? Тогда надо просто разобраться, зачем он завидует. Оказывается, он завидует, как один парень молодой сказал. Признаюсь честно, я завидую. К вам так люди хорошо относятся, вас любят, вас уважают. И то, что хочу. Я говорю, что сколько тебе лет? 21. А мне за 60. Поживись в моем. Хотя бы до 50. Доживи, хотя бы что-то сделай. И в тебя тоже получится. Вот хочу. Такое бывает. Молодежь часто говорит. Ну, до вашего роста есть, что терпеть будешь. Мне вот 19 лет уже. Я тоже хочу машины. Я тоже хочу. Зарабатывай и живи. Есть люди, которые 19 могут честно доработать. Но не получается. Тогда вот эта идет зависть. Как заработать? Ну, не получается заработать. Надо утащить где-то. Надо какое-то вот такое сделать, чтобы где-то прихватить. Либо быстрее. Вот еще самый смешной случай. Я немножко буду так перемежать серьезный текст. Однажды, это было очень давно, на лет 15-20 назад. Помните, такой был певец Минаев? В 90-е годы. Да, это интервью. И вот показывает такого мальчика. Этот сидит, у него мальчика берет интервью. Ну, вот скажите, как там это вот эти? Вот мне уже 9 лет, а я только одно и слышу. Минаев, Минаев, все, слежи. Что такое? Я думаю, там, все 9 лет, ну, ты уже такой, ничего себе должен. Извините, Юрий, а кому он перекрывает путь к свету? Тому, кому он завидует или себе самому? Тому, кому он завидует. И накрыл вас вот этой тучей, у вас начинается как-то дела не очень идти. Но через какое-то время, не буду говорить, какое у каждого свое время есть. Ну, эта туча возвращается с торицей, а с торицей это значительно больше. И у него дела сыплются. Вам-то от этого не легче. А почему он вас достает? Потому что у вас есть маленькая червоточина этой зависти. И по закону подобия в скафандре, в вашем биоскафандре, есть щель. Да, да, да. Если у вас есть обиды, его обиды и претензии сюда попозут, в вашу позу. Это вот по закону подобия. Поэтому, как только я стал побеждать это, чем меньше у меня этого было, а эти щели закрываться стали. Потом они стали очень маленькими. Но все равно иногда достают, продавливают. Я думаю, значит, у меня где-то еще есть. А мне говорят, нет, у тебя нет. Но у тебя есть прошлое, которое еще пока надо искупать. Поэтому, если ты, скажем, виноват по пятой чакре, когда ты был, ну, лет 10 назад, что допускал ошибки, то теперь через свою пятую чакру идет возврат. То есть, может, это иногда запиши, что-то здесь неприятное. Они болеют, но иногда бывают такие неприятные. То за коленку немножко схватят. То есть, жить можно, но мелочи такие бывают. Сказать защищаться. Да, ревность, если вот у вас, скажем, допустим, это мужчина, это женщина. Или там это женщина. Ну да, человек, допустим, этот влюбился. И он начинает ревностью или какими-то желаниями, с ним перекрывать эту ревню, связь тоже чувствуется. Какое-то охлаждение идет какое-то. Вот. И если человек в ощущении нечувствительный, он ни это не чувствует, ни это не чувствует. Мы как слепые все живем, и кажется, нам более-менее нормально. А оказывается, что нас накрывают какие-то, может быть, по работе люди. Иногда и близкие даже накрывают. Родственники или знакомые, друзья сливают на нас в мире люди какую-то. И человек ответит всем этим. А поскольку у него эти есть щели в скафандре, он постепенно наполняется. И несет на себе вот это. И вызывается там ряд болезней, какие-то неудачи в судьбе. Как бы оказалось, почему? Не святой же человек. Соответственно, он это заслужил. Вот это вот немножко такая очень простая физика и уверенность. Какие могут звучатся, если вы к свету пошли? То есть есть крещение, есть намерение и реализация этих намерений. Тогда, как я когда-то пропал, значит, этот человек не обязательно конкретно сам что-то плохо делать, не чувствует, не выкатывает пожелания в мой адрес. Тогда я беру, закрываю себя, как, помните, есть как кохот, допустим, зеркальный, зеркало наружу. А зеркало отражает, строим образ. Если этого не хватает, тогда я человека тоже закрываю, только зеркало не внутрь, как вот колба от термоса, раз, она внутри тоже зеркальная. И говорю, ну и посиди тогда вам. Причем это мирная защита. Я ему лично ничего не желаю. Вот все, что оно звучает, остается при нем. Тогда что происходит? Он там чувствует, что ему плохо становится, собственно, в сапог. Начинает, а мозг говорит, черти мозгу, это на тебя он нападает. И он этому беет. А, нападаешь? А, тебе пожелание. Да что бы ты там, мы думаем. А это все в колбе остается. Ему становится еще хуже. А человек говорит, видишь, как он сильный. Он сейчас, такая ненависть начинает. Человек сам с собой боюет. А я остаюсь спокойным. Ничего. То есть защита правильная, без нападения. А активная защита, вот она вот такая. Никогда не ошибешься. Причем, я иногда вижу физиономию, кто это делает. Чтобы не ошибиться, я всегда говорю, выйди по обратному источнику. Допустим, если грамотные люди, экстрасенсы, они со мной боюют, а руководители школ есть такие, и термешковыми нападают. Вот вижу, что они клюву развешивают. То есть маски людей, иногда моих близких даже. Я знаю, что это не так. Она начинается, как вот капусту, слой за слой. Раз, раз, я все равно раз доберусь. Вот где. Закрыл, и все. И такое успокоение начинается. То есть это практически война. Война между светом и тьмой. И мы должны быть сильнее тьмы. Но сильнее будем только, если будем обручены, кстати. Вести. Теперь о формах, если мы говорим. Это была самая первая форма, которую я применил. Через 2-3 дня эта форма не сработала. Я спросил, почему это? Мне говорят, нельзя одной и той же формой пользоваться. Нужно менять. И тогда я там, что только не применял. И варил в кастрюле. И ракетами бомбил. И что только не делал. Все, что у меня было в запасе, не хватает. Это очень часто нужно менять. Стал вспоминать фантастику. И там и «Звездные войны». И мультфильмы. Потом думаю, что меня тянет эти боевики смотреть. Там Рэмбо. Мне кажется, что эта ассоциативная кора мозга начинает это записывать. И потом я применяю. Думаю, вот и хорошо. Сижу, посмотрю, так минут 10-15. Мне хватит. А вот тут что-то новое. А вот это еще новое. Сам изобретаю. Комбинирую. И вот так вот все время отойдешь. Мне когда-то казалось, что это невозможно. Сколько же можно изобретать? А потом постепенно я к этому привык. И получается, это нормальный ритм духовного человека. Что мы должны уметь быть талантливее. Быстрее тьмы. На каждое, скажем, нападение тьмы уже готово. Не одна, две, три в запасе. Варианты эти. Ну, по этому поводу. Есть какие-то вопросы? Да. Вы вот видите, кто на вас нападает. А мы-то не видим. А я вам сказал, иди по-обратному. Вот представьте. Вы, допустим, не знаете имя. Даже не знаете, откуда это идет. И скажите, вот мне кто-то на меня нападает. И я ему отправляю все обратно. Но при этом постарайтесь на него не обижаться, не злиться, не бояться. Как говорится, без страха и упрекла. Только тогда будет. На вашей стороне тогда будет свет. Потому что вы на этого человека не навешиваете тьму. И в таком случае свет на вашей стороне начинает помогать вам. И коронировать нападение. И отбрасывать. И возвращать его. Эти нападения можно перевести как проблемы в жизни. Если где-то конфликт с кем-то. Или еще чего-то. Вот это называется нападение. То есть... Ну, нападение что такое? Мир сейчас агрессивен. Очень. Люди. Им куда-то, скажем так, идет человек по улице. Если на кого-то начнет, ну, могут это и побить. Вот. И поэтому в основном разрядка происходит с близкими. Потому что весь безответный существо, что хочу-то и делаю. Это, к сожалению, недаром. Иисус назвал близкий по улице враги человека домашнее. Почему? Я никак не мог понять. Почему враги человека домашние? Потому что я могу уволиться с этой работы, перейти на другую. Я могу противопосторонним человеком выстроить целые кордоны защиты. И он меня доставать не сможет. А куда ж ты дома денешься? Я не буду дома воевать с близкими. У меня нет на них оружия. И остается только терпеть. И вот постепенно, постепенно ты как бы, знаете, как болячка заживает. Она уже как кордко открывается. И постепенно ты перестаешь на это реагировать. Потому что душная, что-то уже близкие волшебства. Потому что первое, как я вернул, и человек начинает болеть. И он, помоги мне, ты же можешь. Я начинаю лечить через 10 минут, а какая-то такая. И объясняю, в чем делал. А человек не может не держаться. Потому что он в это не лезет. А следовательно, если, допустим, я двигаюсь, а этот, допустим, человек не двигается. А тьма его всегда будет использовать, как атаку. Как у меня ничего не сделаешь. Это когда-то Иисус отследил и сказал, что враги человека домашние. Очень тяжелый фронт. Самый тяжелый – это домашний. Даже морально тяжело. Потому что привыкаешь, что человек близкий. Получается так. Какие еще вопросы? Крещил. Крещение вечера. В смысле, суть крещения. Ну да. Вы здесь. Говорите, что вы это можете делать. Но сейчас мы этим не будем пока заниматься. Это потом, если кто-то твердо решит, мы, как он сын, обратим внимание. Сейчас мы занимаемся. Делаем это. Мы сегодня жестко показали, что я, наверное, не совсем поняла, что вы имеете в виду под духовностью. Под духовностью. Давайте поговорим. О духовности и разницы между духом и душой. Возвращаемся к этой картинке. Она нам пригодится. Помните, Святой Дух, да? Воля Божия, Святой Дух. Название другое. Иммуною. Иммуною переводится в сведейском форме «С нами Бог». А почему Святой Дух с нами? Потому что Дух Святой породил Дух Человеческий, как Лидия. Поэтому это наша Отчая Лидия. Поэтому всегда в Духе с нами Бог. Иммуною с нами. Это не значит, что мы Боги. Мы иммунация этого луча. А форма есть проявленная в материи иммунации. Материя в творении. Вот это не всегда сразу укладывается. Потому что я рискоговорил, что в конце концов при удалении светочной информированной формы при раскивании. И разница между Духом и Душой. Вот это Дух, производная Бога Божией. А потом, одев оболочку сущностную, эфирную, вплоть до этого мира, называется вот эта Душа. Это уже несколько состральных элементов. Основой которых является Дух. У животных нет вот этого. У них только Душа. Но Душа неустойчивая формация. Переходят, скажем, в собаку, или там слон, или удав. После того, как они проходят определенную эволюцию, у них тоже есть инстинкт выживания там, как сформировались, самые лучшие особи выживают, самые быстрые, самые умные и прочее, идет эволюция. Когда умирает или погибает, зверь какой-то, его Душа, как бы, из частей, она идет туда, по каким-то подобным признакам, и начинает потом получать уже не целое, а как бы эти фрагменты, летать что-то еще, опять сюда идет. То есть там немножко процесс не совсем непонятный, но не стал туда углубляться, потому что мне не столь интересно. И время-то не хочу. Почему Душин там и описывает это? И говорю, у меня на передачах чего-то-то надо сами почитать. Поэтому разница между Духом и Душой. Вот наш Дух, а вот это наша Душа. До астрала, да? До астрала, да. То есть Дух Души? Вот астральная оболочка, это как муфта сцепления между Душой и Телом. Знаете, да, что это переходное состояние? Поэтому астральное тело у людей такое, а как они чувствуют. Если человек злобный, завистливый и так далее, практически у него копыты и хвост появляется уже. Астральная оболочка у него такая. Поэтому впервые, в 1904 году, в самом начале, и когда мне сказали, что ты должен победить страх, это главное для начала, потому что дальше будет очень тяжело, если ты будешь бояться, ты ни шаг не сделаешь. И у меня с начала апреля, 1904 года, страх улегся где-то вот к концу, то есть за месяц я ему что-то уже удалось. Через веру, потому что мне даже показали. Такой цветок, который растет красивый, как, знаете, с подсветкой розы, белая, с легким розовым таким оттенком. И в ней барахтается маленький ременчик в голову. Я такой, что это за такое? Я говорю, это рождение твоей веры, ты поверил по-настоящему. Потом умер страх. А когда он умер, мне впервые открылся потусторонний мир. Я вчера рассказывал, как они вокруг меня охутились, не давали спать. Потом еще что-то происходило. И когда я это стал видеть, я стал это видеть в людей, как спонтанно, неожиданно идет человек, нормально, смотрит в шляпе, с портфелем, галстуки. И вдруг потусторонняя форма его астрала, он мохнатый, у него там, буквально, как копыта, как чуть ли не рожки там. Потому что он такой, вот на его внутренний мир такой. Он уже полнорит этой чертовщиной всей. Мы сами лепим на него. А внешне он может выглядеть? А внешне он выглядит нормально, он может быть умный, интеллектуальный даже и все. Но вот он жесткий, эгоист, завистливый, там и то, и то, и то. И в сумме это вот такие вещи дает. И когда я начал это хорошо видеть все, мне настолько стало тяжело. То есть, начнешь вот это все рядом. Я думаю, как же я работать-то буду? Мне же мне работать надо. Я попросил, закройте меня. Я не хочу это видеть. Это невероятно тяжело. Потому что, когда ты не видишь, это все одно. А когда видишь, это все другое. И поэтому, как меня закрыли, я говорю, как попугай под чехолом. Мне надо что-то сделать. Как раз высунулся, посмотрел, сделал. И опять под чехол, не хочу это видеть. Поэтому иногда ребята говорят, ну, когда же мы видеть будем? Когда? Я говорю, головастики спешат превратиться в любви. Подождите, сначала страху. Есть у кого-то такая твердая, что страха нет? Есть? Нет. Тогда выпускать вас нельзя. Пока страх. Человек говорит, у него вроде его нет. А его начинает судьба проверять. Он говорит, у него все-все-все-все сразу. Понимаете, вам кажется это. И мозг вам говорит, да мы ничего не боимся. Мы абсолютно верим. Ну, отчет идет, чертей за то, что обслуживает нашу рейд. А вы не начали этому верить. Сама жизнь нам говорит, что мы далеко не совершенны. Пока наши болячки по какие-то неудачи постепенно, постепенно. Если вы формируете туда и цели, и направления, тогда у вас начинает складываться немножко другая жизнь. Значит, понятно по духу и душе, да? Немножечко еще. Вот вы сказали, в астрале находятся наши негативные эмоции, уныние, раздражение. Там и позитивные тоже. Вот хотела спросить, а позитивные, где они там тоже? А вот если негативные разрушают клетку, как 400С, что делают позитивные с нашими клетками? Они в какой-то степени компенсируют. То есть это ваши весы. Помните Библию, если ты будешь в свежем, если найдешь претверки, то есть пустышка. Спешите делать добро. То есть добро настоящее искренне компенсирует ваши какие-то прошлые убытки. И мне тоже сказали, как быстрее искупить. Спешите делать добро. Я говорю, а как его делать добро? Она себя сама найдет. И поэтому, мне спрашивают, заповеди выполняете, скажем, вот третью. Вы должны не работать в воскресенье, как христианин. И вы неправильно понимаете эту заповедь. Заповедь о чем говорит? Что мы должны оторваться от добычи хлеба насущного и хотя бы один день посвятить Духу. Чтобы работа нам не мешала. Чтобы мы посидели и размышляли. Кто я перед Господом? Что я плохого делаю? Не мешаю ли я кому-то жить? Каким образом поступить? Так и так. Найти эту дорогу. Вот и чего там. Хоть один день неделю оторвитесь. А я говорю, а у меня каждый день с утра до вечера посвящен этому. Я это заповедь выполняю. Я делаю все, что могу в этом отношении. Потому что очень расслуженное мнение. Мне некогда я работаю, и некогда духовностью заниматься. Я прихожу иногда, только душино почитаю немножко. Я говорю, а что вы передо мной отчитываетесь? А душино почитать это неплохо. Но сама книга по себе без вашего личного участия и воли, и терпения, и веры ничего не даст вам. Потому что духовность, она с нами круглосуточна. Если вы на работе поступаете в каком-то конкретном эпизоде правильно, вместо обиды вы находите решение правильно, вместо страха решение правильное, тем самым в каждом новом эпизоде вы ведете себя правильнее, чем раньше. Это уже путь. А вы говорите, работы некогда. Это и есть. Мы круглосуточно находимся в этом режиме, в этом процессе. Как это можно так говорить? У меня работа там, а дома я могу духовностью 8 минут заняться. Так не бывает. И дома надо отработать правильную позицию, уметь не обижаться, уметь на любой выпад находить иронию. Потому что у меня тоже этот опыт появился, когда вот ты такой в жизни срок у меня и на... Что ты меня выбрал-то? Давай я сейчас иду, если уж так плохо тебе. Нет. Я вспоминаю сразу тот самый Мюнхгаузен. Помните? Ясно. Что говорит? Ворону кроет. Что хочет? Ну ясно, что не бросал. Нет, да, когда он спрашивает, что хочет, чтобы не ушло. А у души что есть? У нее нет чувств негативных? У кого? У души вот выше астрала. Да, выше астрала. Вот я, например, слушала в индийском... Нет, чувства, а не, скажем так, здесь только ощущения. И ощущения очень богатые, скажем, возможность воспринимать мир. Намного богаче, чем рассудок. Рассудок только в этом медленном времени. Это инструмент, который оперирует только мигом между прошлым и настоящим. Все. То есть сознание? Ну так, дневное наше сознание. А уже астральная оболочка способна вот по этому времени ходить уже по-другому. Она может выйти и вперед, и назад. То есть и будущее влезть, и прошлое. Вот поэтому гадалки там и все, кто этим занимается, если они не шарлатаны, они могут вам и кое-что предсказать и влезть в прошлое, сказать, что там было, потому что их обслуживает сма. Почему? Чтобы вы открылись и Критон, когда вы открываетесь, вы получаете вот эти матрицы, которые вас закабаляют на второй демотке. Вы потом можете даже не услышать вот этот призыв. Вам не дадут эти черти, которые вы упустили в свой огород. Вот в чем опасны вот эти все вещи. И в этом, конечно, церковь права, что рассуждается в этих моментах. Игорь Николаевич, кажется, в индийской философии я слышала выражение привязанность души. Как бы вы это объяснили? Ну, давайте мы не будем ее поминать. Это есть, как нам обстоит. Ну, пааааа. Вот то, что я тоже когда-то немножко увлекся, почитал там как они боролись. Как называется вот это сумбур в мозге они называют векшита. То есть человек не может остановить этот вот хаос в мозгу. Пока, говорит, не приведет человеку мозг, мы вне, это через созерцание. Идут. Представляете, если мы все, я говорю, все россияне, сядем, бааа, баа, у нас их нет, значит, под елочку. И будем созерцать. Кто же нас будет кормить, топить, там, коммуналку нашу, хлеб печь, там, и что только. Ну, вообще, кто работать будет? Так я с Кришной, они-то не спорил. Говорю, это что же, мы будем подпрыгивать и кричать ом, обремемся нагло, желтые халатики, и в этом ваш выход. Да, тогда вот человек становится другим, и говорит, а работать-то кто на вас будет? Значит, будет некто прыгать, а некто работает на этих прыгающих. Они не ожидали, что спорт повернется в плоское быто. Они думают, что если мы в теорию меня втянут, я говорю, нет, надо просто смотреть, как вот, смотри в корень, в чем дело. Зри в корень. Да. А что все-таки ты личный дух и кричать? Дух, я уже сказал, что дух, это световая единица, рожденная Богом. Здесь. А как в этом? А потом, для путешествия. Нам понадобится оболочки, потому что соприкасаться с этим миром и активно участвовать в процессах этих миров мы можем только благодаря оболочкам. Нет тела, как мы можем что-то делать? Тогда получается этот дух вечен, а душа? А душа вечна. Она нужна нам, скажем, эти оболочки, составная часть, она нужна, вы скажем, присутствуем в земле. Если вы прошли, как говорится, в час уже все, вам не нужно больше надеяться. Вы уходите сюда, тело остается здесь, а здесь астральная оболочка. Если она тоже чиста, поскольку здесь чиста, здесь тоже чиста. Снимаете ее, здесь уходите, эфир, какое-то время здесь, потом какое-то время здесь, если концепция выходит сюда, в сознательный мир. Вам уже не нужны большие оболочки. Вы сознательный дух, вы поняли? Собственное я. Вы осознали законы этого мира и понимаете, что оказывается, эти законы и есть вы. Они у вас отпечатаны. То есть вы всю жизнь воевали сами с собой. И все. С Богом воевать бесполезно и невозможно. А Духотвореца Духом. Ну, естественно. Но, я скажу, вот это путешествие, помните, я говорил, что оно предназначено для, чтобы раскалить дух. Ленивый, вот маленький светлячок хочет стать звездой. Ну, так иди, добывай эту звездность. Ну, только не сходи с дистанцией, вот что вам, вот так, не надо сходить. Вот это возвращение на круги свои, возвращение плодного сына. Помните все эти фразы? И психоэнергия. Вот она, психоэнергия. Психоэнергия, энергия, деятельность. И ничего другого здесь такого страшного нет. Люди уже боятся этих слов. Только она может быть окрашена. Человек похож на линзу. Мы получаем от Бога нормальную энергию, абсолютно чистую энергию любви, красоты. Но если мы ее тратим на зависть, на ревность, на обиды, на то, на все, мы эту энергию превращаем в бесовщину. За что и несет полную ответственность на территорию, управляемую Господом Богом. Хозяин этот никогда не будет слабее нас. Он всегда сильнее нас и всегда правит этим миром. Поэтому, когда у человека падает последствия его же деяния, не вините Бога при этом. А кто Бог? Иисус Христос или Бог? Иисус Сын Божий. Сын Божий. Мы его знаем, как Иешуа из Лазарета, которого видели в теле когда-то его современники. Но он сказал, я Отец Едино Суть. Вот он пришел когда-то, скажем, две тысячи лет назад сюда. И того людям знания, которые почему-то закопали и больше стали рассказывать о том, куда он ходил, что он там кого-то оживил и все, а сама суть учения его где? Или нет? Вот таким образом тьма постепенно через псевдосвященников, через псевдосвященников, расправилась с последствиями прихода Христа. Отсюда само это явление. Иисус когда-то сказал, я от вас ухожу в миру более не явлюсь, но мою церковь дать вам другого утешителя. Он придет и наставит вас на всякую истину, расскажет правду обо мне, о суде и о вере, о вере, что вы не веруете в меня, о том, что князь мира всего осужден, о том, что я более миру не явлюсь. Он дважды в Библии Евангелие и она говорит, что он больше не придет. И сами его слова и что суд второго пришествия, зачем оно нужно? Если у нас церковь была права, то зачем тогда второе пришествие? Она нас бы готовилась эти две тысячи лет и мы всплывали сейчас в такой радости и здоровье у нас. Ничего такого у меня было на земле. Сама ситуация на земле говорит, что все вот эти конфессии провалили дело, потому что они сами уже запачканы настолько. Они, конечно, разные все, если людской состав брать, если прекрасные люди, их не так много, есть и середняки, которые, ну, работают, но вроде они неплохие, честные, но они должны что делать? Они должны людей готовить к этому процессу. Земля сейчас скоро катальсис и подвижница. Вот одна из тем у меня есть, называется эсхатология, то есть наука в конце света. В серой книге там подборка класса есть, что происходит сейчас в ближнем космосе, что Солнечная система происходит, что водорода, скажем, атомарного стало 100 тысяч раз больше, это в 2000-1999 году уже материалы были, что, представляете, 100 тысяч раз больше атомарного кислорода в Солнечной системе свободного пространства. Отку нам взялся и зачем? Поэтому от Солнца идут сумасшедшие электромагнитные, это ультрафиолетовое излучение и эта подушка водородная это сдерживает, чтобы мы сейчас не угорели все, она нас еще и защищает, а потом этот свободный водород начинает ходить через каст по земле, это магниты, полюса, и формировать на земле все больше и больше возможностей создать воду. Почему мы готовимся к потопу? Это же водообразующий фактор. Я не знаю, что будет. Солнце будет доминировать в этом процессе, или вода, а может и то и другое, я не знаю, потому что ни сценария я не вижу и точного срока не вижу, потому что мне не дано это знать. Библия говорит, что тут Отец знает день и час. А Иисус сказал, когда будет тяглатым и выгребляемые слухи, да еще будет проповедование Евангелие Царство, и вон оно, зеленое, пришло. Тогда и будет конец. Следовательно, вот оно будет произвещено всему миру. В том числе, сейчас оно в Европе, несмотря на то, что оно было здесь давно, еще в 30-х годах, и сам автор, еще будучи живой, он, думаю, в 41-м году утром, он говорит, что обо мне такие легенды, говорит, я, говорит, сижу в этих рудные горы, Тироль, он говорит, мне говорит, что какой-то там заперся в своем замке, у него там привидение, вот такую лапшу, на это посредство массовой информации, потому что тьма, пыталась вот отделить людей от правды. И поэтому, несмотря вот тут получилось, тот фонд Грааля, как называемый, в Штутгарте, они приехали к нам в Россию, в том числе, и другие страны ездили, по-моему, и в Чехословакии они были, знали, и из Швейцарии какой-то, сходишь, что я уже не помню, как фамилия, в 98-м году, по-моему, приехали в Москву, и женщина одна мне говорила, Ельикаревич, вы хотите креститься? Я говорю, каким образом? Она говорит, вот приехали эти люди, вы должны, если хотите креститься, прийти во всем, белые брюки, белый плащ, белая шляпа, ух, кто? А сам я могу быть черным, да? Другой плащ, белый плащ другому достать, ну вы как-то в синдроме халат стащите. Но в коже белый плащ это? Какая-то чувство. с какими чувствами относиться к этой информации? По идее, это абсолютно такая устрашающая, негативная информация. Сейчас мы поговорим об этом. Вот этот приехал очень такой импозантный, не то немец, не то швейцарец, красивый мужчина лет под 60-х, стройный такой, все, и нам наизусть прочел, по-моему, две главы из-за души, была переводчица, Лена Ширинг, не помню фамилию, знаете, как это тускло выглядело, когда человек говорит на одном языке, равнодушно переводчик переводит. И смотрю, все люди начали усыпать географическое общество на паскете. Вот я и смотрю, уже некоторые, где ближе к двери, стали потихоньку смываться, а потом кто-то сказал, подождите, сейчас Луценко рассказывает вам, В то время остались, а потом, когда я стал выступать, на чат ударит. Ну, я так вот все это начал рассказывать, я говорю, что невозможно одному мозгу, читая книгу, передать на мозговом уровне другому информацию, которая совершенно не для мозга, а для души. Ведь передача информации идет в одному картинку. Вот мозги человека. Вот, скажем, это адепт, кто-то ищущий, он ищет входы туда, честно ищет. Скажем, приходит в какой-то храм, неважно, какая это, профессия, кисть христианская, пусть он, это священник, вот у него кряса, вот на него везет крест, причесочка, иногда забыла, вот на него, это уже начало зомбирования, вот, это священник. А какой он, понятно, но он, каким образом, он спрашивает, вот, батюшка, я хотел бы покравиться, хотел бы, и мы начинаем говорить очень правильные слова. Ну вот, кто не в теме, мы даже не отличаем, вот они говорят, а вы говорите, все одно и то же, я говорю, не одно и то же. Священник говорит, но поскольку он верит, что Иисус кровью свою все искупил, это страшная ложь, никого Иисус никогда не искупал, это нигде в Библии вы не найдете. Ведь если Иисус бы искупал кровью, он бы так сказал, ребята, вы еще настолько слабы, что вы сами искупить свое не можете, поэтому я пришел для того, чтобы искупить ваши все грехи, отдайте их мне, и я вынужден за вас умереть. Только таким способом, он говорит, вы можете выбраться. Ни одного, близко даже этого момента нет. Наоборот, он говорил, Господи, неужели не минули мне чаши сиять? Я в Симанском саду молился, и до этого там еще есть. То есть, он не принимал смерти, он не хотел ее, но он избежал, к лицу, с этой линии передовой, в этом его величии и смелости, что он истинно не предал. Он знал, что его убьют уже. Он знал, но когда ему Петр сказал, давай убежим, давай, он говорит, а ты, дядя, меня сатана не сплазняй. Потому что если учител убежал, он скажет, ну вот он, трус, он чужой звал-то туда. Видите, поэтому он остался, а почему его Бог не спас? Все же углюлюкали, эй, ты, Бог, ты сойди с креста, что ж ты такое, тебя взяли и распряли. Иисус все это слушал, эти издевательства, тыпки же были, и били, и все, это кошмар. То есть, Бог прислал сюда сына, для того, чтобы он дал людям эти знания, крещение, чтобы все состоялось, а его вот так вот убили. И те ученики, которые с ним были, даже те испугались, и разбежались. Поэтому, когда священник говорит о том, что Иисус кровью искупил, что Мария есть Богоматерь, но даже дух человеческий не есть производный от родителей. Какая тут Богоматерь-то может быть? Царица Небесная, она первая линия после Бога. Вот от Бога пошел Иисус, первую оболочку была Царица Небесная. Потом Овен, Орел, Телец, Лев. Через Овна он шел, почему называется Агнец. И первый шел, Иисус через Овна. Все, кто в духовный мир идут, и второй через Овна идет, и второй Агнец. И в Библии на эти отправления на Богослово. Цари Земли отдадут все свои силы зверю и будут с ним заодно, и вступят в Брови Савицы, и Агнец их победит. То есть свет победит все равно все это земное величие всех этих наших уметателей, как говорится. Вот здесь немножко другого священника, имея даже самое хорошее, что Иисус воскрес в теле, а Он не воскресал в теле. Если кто внимательно читал Библию, там Его даже не узнали те, которые... Потому что Он проявил себя как видение, а как тело Он не проявил себя. Единственное, что Фома сказал потрогать. Он говорит, ну потрогай меня. И Фома потрогал. Помните, я говорю, нечистая сила, как мне. Я тоже это чувствовал. И Фома почувствовал легкое прикосновение, но не как тело. Потому что если он бы увидел тело, он не сказал потрогать, он видел нечто такое как бы эфемерное. Вот поэтому это ложь, это ложь, это ложь. Ложь никогда не служит истине. Потому что самая развратная в теме самая страшная ложь на свете. Для христианина это убийственно, что с тебя списали все грехи. Главное, ты верь в Христа и в Бога. Приходи, причащен будешь и вот то, что ты веришь в Бога и причастие снимает с себя все грехи. А тогда зачем работать? Понимаете? Это весь призыв к рели. Потом крещение снимает все грехи. Да оно не снимает грехи. Я читал даже старцев там я, по-моему, Дамаскин был такой. Он говорит крещение не снимает грехи, не отпускает. Оно приуготавливает путь к Господу. Это правильно. Открываются врата на твою веру. Приходят крещения и врата открыты. И тебе как бы бросили канат. давай. Ну ты и сам везь туда. И поэтому когда слово, которое говорит священник, вот скажем уподобим слово в такой форме, оно вот этими ложными постулатами или догмами испачканно. И вот именно такие фрагменты входят в челюсть Кимовский записывается вот в такой категории правды. И это почти нет уже. По самому главному вопросу. И когда человек набирается этого в голову, он этому верит, следовательно, его оболочка покрывается вот этими матрицами, хорявами, кривыми. Правильно ли говорить человек? Почти все правильно, за исключением двух-тех пунктов. Но они главные. И вот человек набит вот этим, и я говорю, его баки залиты керосином, он взлететь сюда не может. И когда приходит настоящее слово и говорится ему, а у него мозг немножко начинает отталкивать, а так полусоном состоит. Я это уже слышал. Мы уже это говорили, это еще такая авторитетная организация, как церковь. Вот это полуцернный причин. Тут понимаете, что такое происходит? И уже в полуха человек слушает и не обращает внимания на некоторые тонкости. Что вот это оказывается не совсем правдой, вообще неправдой, и так далее, и так далее. Призыв к практике, что надо-то жить по Христу, а не просто записывать как по уплаганию монетафона свой текст и цитаты. Цитаты они никуда не ведут. Теория без практики мертва. Это и в науке говорится, это и в грейне говорится, и в грушина об этом говорится. А же вы творите слово в себе, оно должно стать вашей нормой жизни, а не просто знанием мертвым в голове насевшим, да еще и искореженным. Понимаете, что произошло? И кто это может взять? Потому что у людей возникает страх. Как же так? Мы против церкви. Да и не вы против церкви. Мы наоборот за церковь. И вот церковь есть Слово Божие. И оно к нам пришло сейчас. Берите его, ешьте его, пейте его и живите так. Что же вы делаете против церкви, если мы дальше жить-то? Церковь говорит, идемте жить позавтрак, а человек говорит, научите. А они говорят, что захотел? Мы сами так не живем. То есть срамного чисто учитель призывает к тому, чего сам не умеет. Поэтому всегда кивает на каких-то подвижниках прошлого. Почитайте эти книжечки. Вот есть Саровский, есть там это, это. Там все есть, только методики нет. Методика нужно знать, как бороться с грехами. Да еще знать состав своих грехов. А он состоит в чувства, мысли, это, это. Еще, ладно, слова и дела. Видно их, а вот это. Человек даже за грехи иногда их не признает. Я же тоже столкнулся. Говорю, почему обиды греховные? Ихтемир сказал почку. Сам себе, только с трудом, потому что с нашего головы на него подпоставил. Это непростой процесс. значит, понятно, да, вот этот ответ на вопрос, что это Царица Небесная, мы вчера это излучение попробовали. Вот у каждого есть свой оттенок излучения. И чем чище человек, тем больше он его воспринимает. Потому что по подобию. А если есть какие-то корявости, эти корявости как помехи. Они не пропускают полный спектр вот этой благодати. Поэтому все зависит от нас. Только от нас. А чем чище внутри становится, тем с тобой свет ближе. Он сливается с тобой, потому что ты подобен ему. даже явление резонанса я всегда объясняю, что представьте, что у Бога, конечно, это не так, у него там уж живой тип излучения. Представьте, что вот такая красивая волна идет от Бога. Это благодать. А человек припыхается здесь в своих эгоистичных намерениях, каких-то страхах и прочее, прочее. Его волна абсолютно по характеристикам не соответствует. Ни та амплитуда, ни та длинная волна. Вообще не то. И скорость разная, потому что скорость тут одна. Вот человек сюда добрался, даже в лучшем случае экстрасенсорика. А дальше-то нужно быстрые волны, почему и сказано блаженны просящие духом их есть в Царстве Небесное. Не нищий духом, а просящий. Когда-то взяли просящие и перевели как по прошайке, неграмотный перевод, а по прошайке потом в нищих превратили. Да не нищие духом связываются с Богом, а просящие. Поэтому просить Бога надо вот здесь. И избавляться от всего этого, тогда человек начинает в духовный резонанс ходить. И этот резонанс достигает земли. Гармонично, в том числе и несем гармонию с своим клетком и становимся здоровыми. У нас вибрации без здоровья приходят. Вот это вот все искажения. Поэтому и физика здесь уместна, потому что нашим мозгам надо объяснить, в чем дело. И просто слова непонятные. Давайте любить Бога. Ну давайте любить Бога, вставайте сюда до вечера будем говорить. И никто не говорит, а что такое любовь к Богу? Что это такое? А я отвечаю словами Христа. Возлюби Бога своим душой и разумением и сердцем своим. Если любите меня, выполните мои заповеди. Подчеркиваю. Если любите меня, выполните мои заповеди, скасываются. Кто их не выполняет, меня не любит. Выполняете вы заповеди? Наверное, нет. Выполняют люди, которые призывают любить Бога, эти заповеди? Нет. А сказано, если кто говорит, что познал его в Бочунух, но заповеди не выполняет, то лжецы нет ни мысли. Кому верить? Какие вопросы еще есть? Пока картинка здесь. Вот вы говорите, Фома не поверил, но он же помните сказал, пока не увижу следов от гвоздей, от копья. Иисус заграл в ваку, показал. Как же это? А он же мог это сделать. На ней все было. Представляете, если вот он умерший тело ходил, у него кровь уже, собственно, остановилась и, как я скажу, уже высохла. Она кристаллизует уже все. И каким образом такое существование могло выходить? Это нарушение всех законов физики и биологии. А ведь я сколько раз говорил в ученых кругах, что все, что вы называете константами и законами физики или химии, это всего лишь частный случай законов Божьих. Поэтому так не зыгрево и гармонично. Поэтому, опираясь на эти константы, вы выводы правильные делаете. Не вы же эту науку создавали, не вы создавали константы в зависимости гравитации и прочих. Кто это сделал? Это был какой-то взрыв. Или вы построите авиационный завод при помощи взрыва. Или что-то хорошее вы не построите. Взрыв это уничтожение. Вы считаете, что Бог взял так взорвал, но что он так хорошо начали жить на земле? Ну, какие взрывы интересные? Другой вопрос, что вот акт творения был, но это отдельный вопрос. Просто я не хочу в эти дебри уходить, в трехтомнике, его сейчас рассказать невозможно. Там все понемножку есть. и о том, что такое солнце, о том, в зависимости что происходит. Он говорит, я вам даю эти знания, потому что вы долго будете копаться. Вот вам примерно вертикаль, потому что по вертикали вы никогда не ходили правильно. И попробуйте хотя бы разобраться с собой и победить грехи. Если вы их победите, у вас на такие горизонты откроются, у вас познавательная система откроется совершенно иного типа. В тысячи раз богаче, чем мозг. Попробуйте для этого дойти, и вы будете ни от кого независимы вы и все и ваш бог. Пишите ничего. Так, что еще мы... Я задавала вопрос, с какими чувствами относиться к информации, что происходит, какие катастрофы. Значит, конец света это неправильный термин, конец веков называется в Библии. Раз. Конец веков значит конец определенной эпохи. Свет никогда здесь не кончится. Следующая жизнь будет продолжаться. Единственное, что откровение она благослово нам говорит о том, что будет какая-то смена формации. Помните, я по мозгу говорил, что передний мозг такой, задний вот такой. Чтобы изменить опять и привести человека, что он не задний мозг, он прекрасно принимает опять. Откровение, так называемое, не медитация. Медитация ведет сюда. Откровение и отсюда связь. Человек должен, скажем так, потерять тело и привести новое с формированием правильного мозга. Следовательно, как и пишет Иоанн Благослов, который дал нам апокалипсис, он говорит, что вначале будет смерть первая. Помните, такая-то раз. Блажены те, которые воскреснут к новому бытию. То есть, какой-то вал пройдет и те люди, которые имеют право на будущее, нормальные, честные, которые пошли, они там вынарнут, как говорится, и начнут, дадут закваску новому миру. То есть, это будет то население, которое будет, размножаясь, жить по, постараться по закону. А для того, чтобы не произошло больше вот такого, как происходило, сколько бы к нам не приходили пророки, мы всегда кончали плохо. Отсюда меняется условие. Вместо того воли человеческих правил на земле, воля Божия, она нам позволяла быть самостоятельным в определенных рамках. А теперь, у человека отнимается это право, и на земле будет тысячелетнее царство Божие. То есть, правление воли Божьей. Это жесткое правление. Потому что, говорит, вы без строгого начала не можете стать людьми. Поэтому вам пойдет помощь в таком условном варианте. Если человек сейчас здесь плохо, и получит через какое-то время ответ, то там будет примерно так. Не успел ты кому-то позавидовать, у тебя через минуту печень как схватит или еще что-нибудь. И человек скажет, ой, 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 я, кажется, начинаю понимать. Ток он мыслит что-то украсть. у него нога подломится, как суставы заболят, ему просто не добыть тела. И поэтому таким образом, я уже говорил, упременно, как будет, карма будет слишком быстро возвращаться. Вот это и будет прямое правление. То есть, у нас практически отнимается своего выбора. Это подсворочивает для людей. Нам очень долго верили, но посмотрите, во что мы планету превратили. И если кто-то думает, что он в этом не участник, я говорю, я когда посчитал из меня, что-то не полмиллиона грехов только вот в этой жизни, святое на это все сопричастие с этой всемирной грязью. Я в ней участвовал. Я не могу сказать, что я невиновный существ. Но я стараюсь выбраться из этого. Изо всех сил пытаюсь изменить себя и у меня это постепенно уходит. То есть, я меньше и меньше имею связи с этой грязной массой. Следовательно, если я меняюсь и становлюсь светлее, тем самым это путь. Я изменяюсь и сверху это вижу. И мне доверяют. Проверяют и доверяют. Постоянно проверяют. Потому что даже в высших сферах бывает предательство. Если помните, Люцифер ведь отсюда. Он бывший архангел, которого отняли качество, но теперь не ферсия, а пешка. он как сильный дух. И он очень долго влиял на этот астральный мир, создавая против нас эту всю прегану. Даже как вы найдете в книге есть такой Амфортес, кто знает, есть такая опера Парсифали, Вагнера. Там как раз вот эта тема и Парсифали здесь упоминается. то есть в немецком изложении пришедший сюда по линии Эммануэла это часть, может сказать, у него тоже основа, восьмерка, основа бесконечности. А здесь он сплавился с первосотворенным духовным и вот это вот, Иисус был чистый, можно сказать, по субстанция. Это не дух был, а он был чистый Бог, его луч. А вот второй сын человеческий сплавился зачем? Чтобы больше понимать и лучше понимать людей. Он не так далек, как Иисус. Это было абсолютно чистое и сильное существо. Почему его легко очень расшифровывать? Было видно, что перед людьми не человек, у него в годах это было. А второй враг был благодаря вот этому сплаву. Он будет не столь заметен. Это как зашифровка. И ключом именно на духовном он лучше понимает все беды людей. То есть у него задача немножко другая. И о Души пишет в главе духовные семена, что поскольку к вам не сделал так спуститься и с грохотом потребовать от вас выполнения затрудий, поэтому нужно прийти тайно, пройти какую-то жизнь, хорошенько испачкаться в этой грязи, научиться отмываться этой грязи и потом по вашим же тропам догнать вас, перегнать и дать вам знания. Исходя уже из личного опыта, а вот этот опыт равнозначно страданием, поэтому Бог отправил еще раз второго своего, потому что перестрадав, мы будем эти знания. Это тоже доброволец, даже как Иисус на смерть слуху, понимал, что да, это может кончиться смертью, но этот человек был, как Бог мудственности, у него это нет, нет? Вот такие жертвы идут от Бога, а мы, любимые, думаем, а надо это нам, не надо это, осуждаем. А в душин сам это пишет как бы от времени вот здесь отсюда я вчера говорил уже и графически изображен из первосатровянных или я пророк когда-то был задолго до Христа. Это же его тут называют почему-то Измаил в книге. Он же приходил как Иоанн Креститель и сейчас он пришел как писатель Аскар Альстебергард. Он всегда готовит как бы тариф путь Господа, а за ним уже идет второй. После Иоанн Крестителя пришел Иисус. После Аскар Альстебергарда через несколько лет приходит это. Почему он задолго пришел? Потому что нужно было написать книгу, во-первых, самому стать мудрым человеком, целеть на земле, дать тексты вот эти, чтобы люди получив их, это успеть надо их распространить по всему миру, это время немало. Он начал писать наверное лет может 30-35 вот и поэтому естественно что время нужно было. Поэтому вот он и пишет, что через несколько десятилетий вы познаете Эммануил во душине, то есть какое-то тело человеческое примет вот эту всю энергию и накроет всю землю именно вот этот луч. Вот он призовет людей либо вы со мной либо против меня последний раз. И святой Георгий тоже имеет к этому отношение. Вот у меня тоже когда-то призыв в храм в 94-м году и говорит, пришло время Георгия святого. Ты в этом числе давай начинай. А Георгий потом уже когда Библию через несколько лет стал так очень внимательно читать. написано у нас ведь единственный конный святой это святой Георгий вот а почему он называется победоносец да еще с большой буквы да потому что он сатану связан потому что сатана архангел а сын чайский по качеству бесконечность это единственное существом присловленное землю которое может в этих окрестностях уничтожить сатаны связать и отправить его туда надо у него хватит на это сил вот и что-то еще здесь хотел сказать ну ладно что потом какие еще вопросы как отличить осуждение и анализ или оценку я вам скажу анализ мы обязаны давать и душа она она же определяет когда у нас корежит от чего прислали в телевидении видим какие ужасы творятся естественно что душе больно но страдания не есть грех да мы даем анализ что плохо что какие-то обманщики стравили целые народы и они теперь между собой воюют вот она организа что чтобы сдохли то есть вы осуждаете и навешиваете как на них наказание чтобы они там пострадали в отношении этого Бог сказал вас воздам увеличите себя поэтому не надо ни на кого злиться да я очень недовольен тем что делается но я даже самым плохим людям ничего плохого не желаю им своего хватит по судьбе положено они все получат там такой кошмар который я даже не смогу придумать что им пожелать понимаете какой кошмар за ними тащится просто время не пришло я вчера объяснял почему зло большее пока нужно то есть они загонщики не загоняют многих людей как раз в эту тему они меня когда-то загнали то есть они пока нужны вот война идет и люди которые Господи да помоги ну так иди ко мне Бог говорит иди нет человек считает что только позови Бога Он сейчас придет и для тебя все тут сделает но это неправильно во-первых нужно поверить во-вторых не только в страшной беде открываться Богу в ощущении а ты служи Богу всегда ведь служение Богу любовь к Богу есть только в исполнении закона тогда ты этот мир не пачкаешь этому миру служишь как тебе и послал Бог если вы пришли суда на земле так будьте добры сотворите здесь красоту вы сами происходили красота так будьте таким все что не идет в Богу оно разрушается как это по судьбе положено только если бездом приехать сейчас куда-то вот это надо сказать как помогать ближним своим вот это три раза можно подсказать человеку если он что-то неправильно делает или просто в натуре игнорировать если я никаких счетов не может я могу сказать что пока у вас есть желание говорить нет желания не говорить сама душа в ощущениях регулирует отношения наши в любом эпизоде я вчера об этом тоже говорил что иногда мне очень хочется помочь человеку хотя он мне даже иногда и не просит об этом и очень хочется иногда помогать человеку когда он просто помоги мне потому что я его душой чувствую он недостоин помощи и бесполезно ему помогать он ничего не хочет сам делать и душа это четко регистрирует как сканер на отраженной волне я его характеристику снимаю мгновенно и душами не надо этого делать а вот тут надо человек в беде и он настолько скромен и настолько вот он и видно по его глазам что он тяжело ему подходишь иногда так в дециметров стоит бабушка носки у нее и даже стесняется их продать и подойдешь и говоришь ну что вот ну нет кушать уже нечего вот берешь и хорошо очень заплатишь и знаешь что если носки не возьму она обидится потому что он очень непорядочный человек и вот это взаимодействие несколько минут и ей хорошо и ей хорошо становится знаете это вот идет передача такой человеческой линии чувством больше в таких делах операциях чувства чувства проявляются только вот здесь они вас могут обмануть и это здесь и это здесь а душа генерация духа это ощущение это другая физика вот это никогда не ошибается если начнете разгребать вот эти завалы вот это ощущение придет и начнет вам помогать здесь выбирать правильный путь идти туда куда надо идти за теми знаниями которым действительно благо дадут они ошибаются почему потому что с душой всегда Бог он не расстается иммануил с нами Бог дармит говорится это наше родственное вине вот Иисус это любовь была а это дух святой воля творческая дух святой сотворили дух человеческий поэтому с нами Бог всегда в душе всегда и мы если его не отталкиваем без вериями нежеланиями не справляться значит он с нами остается отталкиваем значит он от нас не отказывается вы жили без меня пожалуйста хорошо тебе живется сын мой или дочек плохо ну так открывайся есть еще немножко времени Юрий Николаевич вчера вы тоже говорили на тему если вы чувствуете что-то вам не хочется это как-то не очень ну вот все равно это что это вы себя уговариваете это что ум уговаривает или все-таки уговаривать или это свыше все равно вам это надо но вы еще как бы ум не согласен с этим вот как ну вот смотрите был такой момент в 95-м году меня группа магов причем это маги настоящие там медиум женщина была известная в Москве Гала Давыдова они пригласили меня в гости да человек 30 собрался стол накрыли все и вот у меня ощущения были очень неприятные но и в то же время шло давление надо я пришел вот я изучал систему заблуждений слушал что там какая-то женщина и такой у них был муж с плавными маленький где-то метр пятьдесят она была метр восемьдесят причем крупная такая женщина сочетание было интересное причем у меня она нарисовала себе третий глаз вот здесь не знаю как патуировка вот и с таким важным видом она царица савская вот и так чуть-чуть а Зивис она звала может Зивис и он такой как мышора что надо настолько смешно было с портретом и вот таких там было много перекоса и мне говорят ну Юрий Николаевич а вы там что нам покажете хотя никто не что толку не показал я вот там сейчас стихи читаю бог меня слышит дух со мной говорит и человек вижу врет он ну а мне что я сижу смотрю на все паноптику потом кто-то там действительно что-то умеет и мне а что вы покажете я говорю сейчас такие покажу вещи что-то 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 взял две вилки взял вот если были две вилки и спички если есть я вот так соединял две вилки может вы знаете этот кокс поставил спичку и конец спички поставил на бутылку а две вилки вот так на спичке болтаются как бы визуально это нарушение всех законов физики а как это вы какие силы привлекаете самые какие крупные а всего лишь на все там центр тяжести правильный и все телевидение сразу мы с вас снимаем будем вилки для откат гуманца довольно просто нужно понимаете я впервые меня вывели на телевидении вот этим способом то есть там был один мужчина который вел программу твоей возможности человека я вчера спросила и сказали потом есть люди агрессивные которые ненавидят матеряться это вообще откуда все идет и как их вообще успокоить ну а надо ли успокаивать ну приятно было слушать женщина одна мне такой вопрос на лекции задает вот иду на остановку а мужчина стоит и вот он свои нужды справляет причем я ему пытался сказать матерился не избил меня что же делать с такими людьми я говорю вы с ними ничего не сделаете потому что всегда задайте вопрос себе можете ли вшить эту проблему или не можете если я могу мешаешь что будет и вижу бесполезно только еще хуже будет ты не можешь исправить ситуацию ни в стране ни с хулиганами ни с бандитами ни с наркоманами ни с алкоголиками ни с соседями грудьянами не могу следователь я вынужден терпеть и вспоминаю библию христианам последний день будет очень тяжело потому что мы находимся в том и кружении но я должен это терпеть и принимать в смирении никого ни в претензии нет у них свобода выбора быть такими по закону божьему они имеют на то право тонуть погибать хамить и так далее а моя задача обороняться ибо мое доси рассматривается там я должен быть правым поэтому с собой ты уж всегда хозяин как вести а те кто врут постоянно те кто врут постоянно ну это из той же области вы исправите их нет себя-то трудно исправить а уж что говорить о чужой психике поэтому всегда фраза Христа вытаскивай свое бревно из глаза то ты видишь сучок глазу ближнего а свое не видишь поэтому когда я стал вытаскивать сколько раз у меня было да вон они какие мне говорят а разжидай его а там же вон да вот сюда его помните по-моему конфуций да когда вы кого-то обвиняете помните что у вас один палец туда а три да сюда заниматься собой и мне это настолько помогало сначала это был как бы разворот пальца надо было время потом стало автоматически прошло несколько лет только я в каком-то вижу недовольные недостатки меня как-то разворачивается себя у тебя это есть кажется нет уже вот хорошо еще тогда а вот там плохо есть чуть-чуть еще и есть вот и работай время и силы тратят вот сюда вытаскивается тебе не нравится то что в тебе самом есть так будь расправляй потому что это что в тебе есть не нравится другим людям твое насилие рассмотрим ты лечи себя вот когда ты вылечишь себя ты совершенно по-другому к миру будешь относиться и так и стал относиться потом у меня нет зла ни против кого ненависти нет ничего плохого нет я только отражаю атаки потому что если что человек не желает я просто это возвращаю говорю извини это твоё нет у меня претензий сам себя бьешь ну и бей потом больше появилось когда установка град начинаешь на огромное количество людей раз и закрывают они массами начинают нападать потому что приезжаешь куда-нибудь в любой город там же вот эти тысячи направлений объявления вешают они сначала на мои лекции приходили но когда я стал разносить всю эзотерику практически все эти школы гипноза и так далее и так далее магии они же моими врагами стали они не могут со мной спорить потому что я всегда выигрываю в споре объясняю в чем дело и аргументированно и энергетика сильнее тогда они начинают со мной воевать даже жена трубку поднимает она что-то мне как-то нехорошо молчат поднимает трубку это мои друзья звонят отправляем контракт ну такая война если душа просит что-то не нравится душа просит что-то сделать или материально помочь написать куда-то принять участие в чем-то какой-то конференции разобраться потому что когда душа хочет это вопрос кстати хороший потому что мозг оперирует на волне 300 секунд чувство где-то порядка на два выше ощущение неизмеримо быстрее и чище поэтому когда мы достаем этот агрегат он говорит правду когда призыв идет приезд в Германию я вот сюда вроде минут регистрации идет что-то мне люди не очень хочется а душа надо надо даже как экстрасенсы надо а там есть продолжение пути там появилось телевидение на телевидении меня узнали и люди сразу пришли много в зал а там мне эти маги пытались помешать вот это очень интересный вопрос я просто не буду отнимать времени потом расскажу напомните первая лекция бывают такие смешные вещи происходят поэтому душа это так скажем это высшее звено дух его надо достать отряхнуть и его мускул развивать ощущением когда человек работает восстанавливается его способности без движения он спит у нас поэтому пользоваться этим надо мы обязаны а человек привык оперирует мозгом ну-ка да я быстрее решу вот этим вы решаете бытовые задачи но когда вопрос выбора правильный или неправильно будьте добры переменять вот эту систему самого себя дух тогда он выйдет и начнет действовать и чем больше он будет действовать тем быстрее вы проснетесь в духе вам это очень пожалуйста Юрий Николаевич скажите пожалуйста вот как защищаться от гипноза всяких там черных магов отношения магов и гипнотизера во-первых не надо их бояться но когда люди даже попадают под их удар если сами не сможете справиться можете обратиться за помощью потому что все люди которые входят в наш отряд мы первый год я всегда опекаю были случаи почему как только человек стартует по-настоящему именно по этой линии пока он по этой ходит его черти не трогают потому что он и так наш любая другая система а вот это единственное которое выводит к истине вот тут они вас и поджидают на выходе тут же начинается и гипноз на вас и какие-то люди полезли я же эти первые полгода очень серьезно испытал нашествие вот это все и я так подумал я бывший материалист вдруг обнаружил вокруг меня сразу ополчилось вот это все нечисть и пошло я понял что я иду правильно это ведь индикатор раз мне мешает нечисть значит я правильно пошел всегда нет худа без добра мне придало уверенности да мне было тяжело и крайне тяжело меня ведь никто не опекал здесь я только слушал эту линию это надо быть настолько авангелистом чтобы ни с того ни с сего в 46 лет будучи совершенно другой профессии вдруг подчиниться этому и сразу пойти и в течение считанных недель у меня все начало открываться как кокот с меня слетел поэтому именно эта скорость вызвала очень серьезная озабоченность со стороны мозга который мне все время пытался этого быть не может я просыпался утром у меня иногда у кота волосы дымом у меня ощущение что я не то сплю не то попал непонятно в какую-то иллюзию но не может такого быть мозг не принимает но когда посчитаю вот несколько дней вот это была встреча я помог двум людям вот они конкретные фамилии имена лица их вижу здесь я вот это сделал здесь вот такой диалог состоялся это было было значит я еще с ума не сошел встаю тогда одеваюсь и пошел умываться и работать и вот так было наверное где-то надземь полгода если не больше вот потом когда крещение пришло у меня пришло успокоение потому что после того как это мне вручили у меня такое внутрисостояние изменилось потому что это очень большое доверие что я уже точно не предам ни себя ни эту тарану а это уже состояние другое душа немножко не такая скажем если она еще вот как ребенок шаталась ребенок хочет сходить а тут такое ощущение что я уже такой как молодой зверь я уже сильный вот же вот это пришло что победить мне уже невозможно это ну как дух такой не знаю передал я это понять или нет вот такое пришло и тогда я уже очень уверенно пошел добывать знания литературу оттуда все что мне надо мне прошло навстречу даже вот надо было разобраться с Кораном ее тоже подарили через несколько дней вот потом я еще один перевод взял надо было разобраться с иудаизмом через несколько дней ко мне в гости приходит Равин из первых рук я читаю потому что он попросил меня помощи по здоровью мы скрестили скажем две религи шпаги я выяснил все из первых рук понадобилось разобраться с католиками ко мне приходят опять же через несколько дней приводят совершенно разрушенного офицера картизианского ордена я его так назвал какой-то очень ну как он как агент что ли он не рядовой член он приехал обращаясь в католичество скажем Москва область это очень красивый поляк лет сорока прям какой мужчина оплодить можно я всегда красоту ценю даже внешние и видно что он человек хороший глаза такие хорошие а он приехал сюда и что-то разболелся гриппом но его сосватывали каким-то магом но он все-таки верующий и его так законопатили магией что он чуть не умер и сначала по телефону мне звонят и говорят можете помочь вот у нас священник католик если он хочет давайте попробуем вот ее душа вот как бы надо а он уже боится он думает сейчас ему еще хуже там последний гвоздь забьет и все вот он вы кто я говорю я вот такой-то что помочь мне можете если вы хотите я не навязываю себя он видимо интонациях почувствовал нормально тепло попробуйте я по работам стало значительно легче минут 5-6 а если вы серьезно хотите вы подъезжаете у Глеба ко мне домой начали беседовать я его таличил расцвел глаза заплестели и он начал со мной спор идеологичный что он не говорит он всех святых помянул и Франции Сосийский и кого он только не приплем он к литературе приветствует вот это об этом святом мы об этом святом мы об этом святом я говорю знаете что а зачем верить в святые есть Библия есть Иисус Христос вы как к этому относитесь ну да но Богоматерь же я говорю давайте о Христе поговорим и короче я его на лопатке уложил по всем статьям но он человек такой нормальный он сказал вы знаете если бы вы с папой спорили папа бы вас победил я говорю сомневаюсь у него нижняя челюсть уже не работает Иоанн Гойтова говорит Иоанн Павел чем он меня победит у меня когда две челюсти у него одна работа ну в шутку так и он и так и так и так короче он сдался он говорит все равно католичество мы считаем что оно более правильные варианты я говорю считайте пожалуйста я вам не препятствую ибо ваша судьба в ваших руках какой идее вы подчиняете значит она вам ближе теплее ну и пожалуйста а вот в конце этого пути мы выясним кто прав возможно встретимся потому что я вижу что вы неплохой человек и если я со своей стороны считаю что вы заблуждаетесь я думаю вы со своей стороны считаете что я заблуждаетесь поэтому будущее покажет пожалуйста но как я потом сказал вы попали под магов а я это не доступен пожалуйста то есть как то вот нам просто на бытовом уровне защититься от того что вот кому-то помог или кого-то там полечил да как бы это все на нас не переползло ваша сила ваша сила в вашей чистоте запомните чем быстрее и чище вы станете тем быстрее вы станете сильнее это прямая пропорция а вот по защите еще чтобы не нахватываться это тоже вы мне подсказали что я об этом пока не говорил смотрите в девяносто четвертом году когда мне вот это все началось дочка меня просит папа у меня почки болят ты всегда вот как бы можешь помочь мне я подхожу руки положил на почки она говорит все спасибо мне хорошо а у меня через полчаса как схватило вот 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 и буквально я пока стал это убирать да я убрал у себя довольно долго на полдня ушел пока вот сегодня ушел и теща мне говорит слушай Юр мне это что там не так и хорошо а я прям вижу как шнур идет через забор и оттуда идет магия потому что соседи пытаются ее это с частные дома вот она не хочет продавать потому что они хотят расширить поместье я говорю сейчас помогу взял это все обратно соседям через забор возьмите своя и стеночку такую построил вот и она говорит да мне все хорошо а у меня там у меня стало плохо и мне этого два раза было достаточно я говорю что это не то делали стал меня ж никто не учил и я стал понимать что я огнем на себя беру и стал думаю ну что как вот пожарный отдел такой скафандр блестящий непрожигаемый зеркальный и то и то потом я стал менять эту защиту и в конце концов мне сказали что ты должен быстрее стать чистым потому что твои силы и способности они будут нарастать в прямую пропорции с твоей чистотой и только это тебе даст силу поэтому не тормози искупление смирение значит мне необходимо как становление на другой уровень это ступень это искупление и как можно быстрее эмоции эмоции за месяц победил страх второе что расправился это была обида ревности у меня было мало ушло потом потом с ревностью у меня почему я разбирался что мне плохо допустим когда у меня в этом отношении что-то но я когда страдаю я говорю это не грех я никогда не желаю женщине не согласен она мне нравится я никогда не желаю вот так что ты мое не смотри ни на кого это же формы которые я пытаюсь отделить и прислоить причем прислоив я могу идти другой как это обычно бывает сплошь и рядом поэтому вот такие вот захватчики даже эмоции человек даже не понимает что он строит формы портит жизнь кому-то причем сам этим не пользуется и женщина так делает по отношению к мужчинам то есть это не какие-то скажем так просто эмоции это формы которые дано нам право творить формы Богом только мы строим грязные формы очень часто и мы не имеем права и отвечаем за них полностью своей судьбой друзья я хотела еще раз спросить вот когда вы помогли тещи да а у нее тоже есть какая-то натуральная ответственность у нее в ее внутреннем состоянии ну естественно естественно вот вы сейчас говорили о том что вас вы должны быть чистыми да вы как помощник а тот которому вы помогаете он же тоже должен как интеллект внести смотрите еще один вопрос я помог ей потому что во-первых это люди близкие во-вторых я с ней беседовал со всеми близкими знаете сколько им лекций прочел за утренним кофе за вечерние рюмочки вина или просто чай и потом вот я чувствую я просто вот как в стенку говорю я вижу по глазам что у человека появляет копленка ну говори мили не мили твоя неделя все и я перестаю говорить потому что вижу что это бесполезно вот но здесь значит мы говорим вообще о праве я кажется об этом не говорил вот нарисуем господь бог это генеральный прокурор правильно надзор за законом ну так есть объект его наказания человек который пачкает мир эмоциями там мысли может быть и слова иногда плохие следовательно за эту грязь он должен ответить сторицей на него должно это упасть вот допустим это моя теща я ей помог я убрал последствия увидел какие-то вот такие вот вещи я взял это истер карму я ей отменил я ей не отменял карму но я отразил нападение которое шло на нее имею право я беседую с ней она слушает меня удивляется откуда я это взял потому что был инженера вдруг не становится его о том что такое начинает говорить вообще далекое от материализма вот но она так неплохой человек как бы слушает слушает но она ничего не делает при этом я еще в раннее время задал себе вопрос вот конкретно моя личность вот объект наказания вот генеральный прокурор по закону положено чтобы вся эта система работала вдруг приходит некто и отменяет наказание имея это право или нет вот я чтобы не попасть под неверные потоки я пошел по Пятонской монастырь там защищенное место знаю около статуи Христа и стал разбираться у меня много туда было походов и получил такую информацию если ты с человеком беседуешь и он немножечко поддается этому попробуй да ты можешь ему помочь потому что если он не пойдет туда через короткое время это все равно к нему вернется то есть ты не мешаешь правосудию но попытку сделал и если ты бы не помог кому и не стало человеку легче он тебе вообще не поверит следовательно чтобы немножко доверие открыть мне разрешается второму человеку помочь но в то же время я должен с ним беседовать как-то у меня скажем чисто на энергетический сеанс уходил максимум 5-10 минут только очень сложный случай когда это больше было и час-полтора как минимум беседы и человек не дает он говорит ну мне же стало легче да мне надо лежать я говорю вот вы послушайте я говорю вы же опять начнете болеть к вам все вернется я устраняю следствие но я не убираю причину причина в вас и только вы можете убрать причину а человек не слышит я потом понял что мне надо не лечить человека а потом говорить а сначала говорить а потом лечить и очень чувствительные люди в процессе разговора выздоравливались сами ибо слово лечит ибо слово лечит уже я так удивился у меня даже как вот а потом пришло вот это когда крещение стало намного проще потому что этот доступ туда открытый уже серьезный и человек цепляясь за это он начинает получаться раз начинает получаться он говорит знаете у меня получается а я вам не верил честно говоря я говорю ну так я и сам себе не верил какое-то время нормально мы в такой сидим сидим в такой яме в такой лжи что сейчас настолько много очень похожих теорий и все они ведут в гибель не входите вратами широкими не в гибель ведут а входите вратами узкими да будет тяжело да это крутая дорога но она единственная правильная она не долетяет и все абсолютно должно быть конкретно вот я поехал где-то в 2004 году по-моему в Воронеже вот и узнали люди туда с нескольких городов с Питера приехали отоссю ну то же лекция такая была очень такие интересные моменты там были вот ну я говорю все это лирика мы пока поработаем не устали вы все время простите пожалуйста еще чуть-чуть два слова еще добавьте а вот допустим даешь человеку информацию какими-то словами я не лечу ничего я просто так сказать ну чисто по-женски да по-дружески да вот это вот это почитаю книжку даешь там ссылки какие-то объясняешь человеку человеку легче да там человек избавился ну то есть там раковый больной человек да мне надо было просто показать что читать куда смотреть как думать вроде ей полегчало вроде все хорошо через два года ну там были масса улучшений в организме и все через два года хлоп опять рецидив опять то же самое и опять и понимаете ну понятное дело она должна с этим сама разобраться но теперь я начинаю сама себя грызть за то что а вдруг я ей неправильно что-то сказала а вдруг я ей что-то недосказала почему она не окунулась туда куда окунулась я почему она отошла от этой веточки понимаете я теперь сама себя грызу как самому себя не грызть я думаю что тут вы можете ни при чем дело в том что у нее тоже свобода выбора есть у меня похожие случаи были когда у меня мои знакомые это очень такой известный человек я фамилии не называю как правило а вот из одного крупного города он позвонил и сказал я у тебя в гостях был месяца два назад и видел там какие-то у тебя практики ну говорит я честно говоря в них не верил там иронизировал иронизировал вот военный ученый ну говорит утопающаяся соломелька у меня есть старшая дочь убирает от онкологии лежит в больнице корчится от боли трак позвоночника ну вот как ты я говорю дай телефон мобильный она в больнице дай ей телефон да ты чего не приедешь я говорю нет у меня через каждый день лекция послезавтра лекция потом это все надо организовывать надо добывать деньги куда-то ездить платить часть наличными из-под тишка иначе вообще не пустят то есть там кухня какая он говорит ты мне отказываешь я говорю да нет дай телефон а что ты можешь по телефону сделать вот ты говорю материалист ты хватаешься за соломинку вот хватайся дай телефон дочери я ее за месяц вылечил каждый день вечер у нее она говорит у меня такое ощущение что у меня вот это как крах какой-то вцепившись в меня уменьшается тает тает потом уже локально стал в позвоночнике болеть у нее ушли метастазы из груди у нее все уходить уходить она выздоровела и потом она плачет прямо спасибо большое а что мне делать я говорю Лена по-моему я говорю Лена у меня к тебе такой совет послала ей книгу вот эту душу вот она тут панацея попробуй ее найти будут вопросы звони вот ни разу не позвонила и книгу потом они сказали она даже не читала и где-то полтора или два года у нее начался рецидив и она сошла на нет то есть вот 38 лет когда она обратилась а потом где-то к сорока годам мне повтура почему потому что ей дали шанс но она не обратила внимания ну а что я могу сделать я не могу заставлять человека и не имею на то право это нарушение закона выбора Бог дал им право всех выбирать хочешь идти хочешь не идти а если иди хочешь иди туда-сюда и так далее вот у тебя должен быть компас как у Джека Воробья который показывает точно куда надо идти это же душа он на душе говорил что если я преследую такую цель он не на север показывает а туда где ты достигнешь ее цели казалось абсурд а это не абсурд мне в таких фильмах не нравится мне интересно какая позитивная а в каком году была ваша самая первая лекция после практики в девяносто четвертом году на фабрике парижской экономики через апрель мая через два с половиной месяца после того как я вошел в эту систему и так продолжилось потом я тогда очень мало говорил в основном я понял быстро о здоровье и такой минут на сорок это было мне было любопытно задавали вопросы как ни странно отвечал а вот потом уже позже нашел что говорит вы не бойтесь говорить мы вам ваш язык это привяжен тому что надо я в интернете только за 2004 самое раннее ну 4 да я сначала в Москве работал а потом попросил господи я поездил на поездах и на самолетах это кошмар это сплошные очереди с билетами билетов нет в поездах пьют в поездах дети плачут я приезжаю вынут и весь мне нужна машина мне нужна не машина просила дай мне работу работай побольше мне как навалили учеников и за полгода я купил себе ауди но не новые правда и стал носиться по всем городам то есть ну конечно далеко там в Сибирь я ездил в самолете там 300-400 600-700 китобел доезжал 730 километров дальше уже думаю тысячи уже много для меня утомительно ехать а так все в течение там 8-10 часов максимум на месте Ярославль Кострома Тула нижний двор говорят поменьше города вот но записывали не везде записывали не везде конечно вы понимаете организовать хорошую съемку это тоже профессионал хорошая аппаратура часто ребята снимали на любительске эти камеры вот и конечно качество записи не очень первый раз когда мне сняли настоящие телевизионщики помог там одной женщине а у нее муж гражданский на телевидении работал центральным притащил вот такие камеры установил и то и то меня покрасили чтобы я там не блестел и пошла работа и в тот момент очень интересные народу было немного было человек сорок всего за камерный зал вот потом я хожу и смотрю и смотрю у людей почему-то не у всех конечно у многих очень удивленные взгляды просто знаете как-то что такое полный галстук надел галстук вылез нормально все я там ничего не вижу а потом когда со сцены сошел они говорят вы знаете когда вы так вот в самый апогей вошли по даче у меня же тоже разгорается как бы реактор они говорят вот вы идете а у вас огненная аура как протуберация за вами я их не видел вы там увидели человек себе мы их увидели потом был момент когда вы вообще пропали такого огняный шар а оттуда идет звук аж страшно стало я говорю это не я я говорю я думаю что у меня тут это не то вот здесь то есть что-то с энергетикой это влияет людей конечно да для меня конечно был опыт и было так два-три раза в других местах поэтому я думаю значит надо ли автор держать наполовину режима а то заметут шарик куда-нибудь ну и какие вопросы еще ответственны ли вы за своих близких за детей за внуков конечно ребенок до полового созревания полностью ваше ведение вы должны сделать заготовку начально как вот папа Карло из Буратино строгал то есть максимально повлияет на характер хотя это гость в семье и он со своим прошлым пришел но вы можете конечно колоссальное влияние на него оказать но только в одном случае если вы сами это умеете родители должны быть в духе очень сильны потому что ребенок реагирует не на слова а на ваше душевное состояние дети прекрасно это понимают если родители призывают вас к чему-то но сам ведет себя неправильно у ребенка начнется протест и он будет вас не слушать капризничать может быть не зло но вот будет вести себя так наказывая за вашу лицемерие фактически а за родственников смотря за каких родителей родители ну у меня мама она почти доктор наук она только не защитилась а так она настолько здоровье потеряла на кандидатской она собрала уже все и реферат был и так далее уже я говорю мама зачем тебе это надо у тебя была чистая диссертация тебе трех приписали соавторов твой начальник там одного это как такая скрытая взятка иначе ты бы не прошла и сколько ты ледова попила из-за этого а теперь тебе еще человек пять повесят а нести ну что это будешь тебе это надо в твои там шестьдесят шестьдесят семь лет ну и отца она была а а ты прав я говорю ты для себя сделал вывод что ты сильный человек что ты можешь это делать что у тебя книги свои есть что ты у тебя само уважение все это главное а зачем тебе это все под конец эти стрессы я говорю жизнь скончается у нас у всех и не надо последние эти фрагменты глушить вот таким делами она туда отправила не буду защищать что-то так она отказывалась тем не менее я когда с ней говорил на эту тему она сначала очень в штыки это все встречала она говорила ты был нормальный человек сейчас непонятно как это в голову въехал это не научно я говорю мам давай мне пожить хотя бы несколько месяцев так прошло несколько месяцев у меня здоровье стало лучше она это заметила ну это случайно я говорю ну да прошел еще год полтора я так от нее отбивался отбивался потом она поняла что кажется у тебя что-то получается я говорю мам ты меня зовешь жить так как ты хочешь а ты счастлива смотри семья наша развалилась ты все время болеешь скажи что ну кроме того что просто у нас были хорошие с тобой отношения что еще хорошая у нас была наша судьба в семье она говорит да тяжело я говорю а у меня лучше и лучше зачем же мне повторять твои варианты я говорю может я нашу шипу ту тропу которая приведет на более лучшую жизнь и вот она годика через два-три впервые начал читать «Отрушина» почитала раз почитала два я ее постоянно заряжала не сняла потом она у меня пошел расцвет она так залупалась и говорит слушай так это же правда наверное а ты в то думал я говорю я никогда врать не буду я вот так на нее она говорит я бы нам так не прожила оба если бы ты не было бы чувство что к концу подходит я говорю несколько лет потом она вот созрела и вверх появилась я говорю так что мы можем повредить на родителей но только в одном случае если мы сами чего-то добиваемся потому что человек смотрит на результаты вот есть муж жена и да знакомые о ней муж долго присматривался а потом на жену сказал ты за несколько лет стал такой красивый какой-то необычный такой интересный за 40 уже он в нее еще раз влюбился 15 с чем-то лет они живут и поверил в этом это очень хорошее дело понимаете вот долго конечно я там помню в 2004 году он только вот часть прозрел лучше поздно чем никогда а то есть такое немецкое выражение да а среди ваших последователей больше женщин да ну и библия так говорит ну нормальная да вчера я помню читал да вы говорили что у них интуиция росточек людей останется мало на земле как золото 99 проб 999 а мужчин как золото афирского то есть какое-то редкое золото поскольку мужчина они в логике очень сильны мозги есть лучок умный вот в воле от ума потому что в основном мужчины больше оперируют мозгом потому что им надо решать земные задачи в основном мужчина это добытчик это защитник он на себя берет все глупые стороны жизни а жить она она более интуитивно мне вот эти росточки хорошие поэтому для нее легче это донести это не феномен это нормально я еще раз картинку я вам о женщине уже говорили вот первосотворенные духовные вот мы здесь вот у женщины есть выход туда фрагментик у мужчины нет это его потолок все это физика мужчина там кончается а у женщины нет вот это и есть та женская изюминка которая привлекает мужчин ей дано больше духи она проводит красоты любви тепла педагогический прием воздействия любовью на мужчин на детей вот единственно что при вот здесь боях за жизнь женщина иногда вот это все метрофируется потому что грубая жизнь приводит к тому что у человека отмирает вот эти вот все нежные нюансы а в душевной об этом несколько главных пишет что женщины верните себе свой пьедестал верните себе вот эту изюминку и мужчины перед вами сами падут не надо от них чего требовать они сами вот это почувствуют и придут к вам сами потом получается почему ты меня не любишь а чего ты такая ну и все на этом диалог заканчивается это не говорить что там кто больше и меньше виноват то есть межполовая виндетта просто нужно первому раздержится тот кто умнее кто был душевнее что не хочу с тобой граждаться давай попытаемся миром наводить отношения и каждый должен свое брюно женщины женские брюно мужчины мужское брюно что то мы можем достичь простите вы нарисовали крест на одном из предыдущих рисунков что вертикаль это мужчина а горизонталь это женщина а как это вот в этом контексте это понимать вот то что вы сейчас объяснили что у женщины есть как бы канал чуть выше да вот есть фрагмент излучения более нежного это идет по линии богоматик потом есть передающие звенья и женщина получает вот это вот по женской линии а мужчина по мужской линии получает это разный тип излучения причем мы дополняем друг друга там скажем в соединении этих излучений поэтому в какой-то степени вот арибриадама это то что мы общее излучение вдруг оно расходится на два потока и потом при соединении дает максимум возможностей потому что если чистые женщины чистые мужчины соединяются в любви это неприступно это крест на земном уровне конечно на духовном не на божественном и тогда для тьмы это двуединство недоступно для тьмы вот почему с любовью борется вся тьма потому что вы же помните Иисус был любовь поэтому антихрист это анти любовь уничтожение любви и все что близко к этому потом война идет против любви и всегда сами же вы говорили что тут детей вот так и так и у нас тоже детей обрабатывают СМИ чтобы никогда не было ни хорошей женщины ни хорошего мужчины не выросла из нашего потомства если в какой-то степени старое старшее поколение еще сохранило моральные устои и понимают что это плохо а уже для вот этого поколения которое сейчас будет расти у них стерли все границы между хорошо и плохо стерли их причем насильно продолжает это стирать все можно вот и поэтому это свобода или это не свобода это произвол разница огромная это вакханальная какая же это свобода то есть человек окончательно становится рабом вот этой грязи и выбраться из под нее уже не в состоянии а мы должны сделать все что можем начиная с себя а потом с тех кто рядом с нами если конечно вы сами способны побеждать то это грязь то что стирается граница и поэтому идет в основном через мозг захват через мозг через чувственное удовольствие а человек неокрепший как раз начинает это все брать и говорит зачем мне ждать когда там это когда я могу сейчас уже вот здесь и сейчас хлеба и зрелище все потому что у них нет этих духовных тормозов их уничтожают уничтожает настоящую религию кто ее первый номер один кто уничтожает конфессии они не борются они полностью с этим СМИ они не противостоят этому почему потому что это не нужно они в свою игру играют они хотят жить роскошно у них это корпорация это просто организация которая работает на себя делая вид что она работает на людей она не работает на людей если бы она работала на людей она бы духовно защищала особенно молодежь и нас бы тогда сказал вы что делаете вы сфельхните своих детей да и с вами сфельхните вы что вы если человек так делают не ходите в храм выoperете право на дорогу этот порог переступать храма что вы креститесь когда вы не не верите вы STOici вы постоянно ведете себя так вы не имеете права это кощунство креститься при вашем поведении убиваете грабите приходите в храм меня начинаете батюшка отпустите мне грехи Я там ограбил человек сорок. Он говорит, сорок ограбил? Это тебе дорого войдется. Давай, за каждого полоть столько. И Бог, отпущение. Это, конечно, крайний случай. Я говорю, далеко не всегда так, но в общем-то. Почти. Лид Николаевич, вот вчера мы тему каратинок так затронули. По чакрам, каждая чакра за какие моменты отвечать? Не могли бы Вы еще раз? Просто очень быстро. Я не все успела записать. А в записи есть? Все, извините. Самое главное помните, что первая чакра – это основа позвоночника из-за духовной лени. Поэтому все позвоночники плохие. А еще самое главное, главнее еще чакра, шестая – все измы, все дяд, вся ложь. Потому что захват идет человеческой психики через ложь мозга. И мозг всегда оправдывает нас. Если Вы, скажем, не имеете вот этой логики, которую Вам дал. Я говорю, допустим, кто-то подошел и у Вас что-то там плохое сделал. Или они обиделись, разозлились. И вот у меня всегда как бы ответить на это, да что это? Начинается и обидно видеть, как это… А мне говорят, а ты забываешь, что ты тем самым Богом, с Богом рождуешься. Он мне говорит, а ты что, был всегда прав? Пришел ответ тебе по судьбе. И тогда ты успокаиваешься. То есть против логики тьмы я всегда выставляю логику света. Я говорю, не хочу с Богом рождовать. Вот он закон. Он простой и ясный. И я его понимаю. А раз понимаю, если продолжаю это уже делать, я сознательный преступник уже. И статья тогда со мной применена будет. Другая. То есть, видите, все как и в нашей юриспруденции. Юрий Николаевич, вот вы, предположим, помните какой-то свой грех в молодости, да? Очень хорошо помню. Да. Вы с ним как-то работаете или вы с прошлым не работаете? Понимаете, если сотни тысяч грехов у человека, неужели, думаете, мне хватит времени привязывать каждый эпизод искупления к каждому конкретному мужу? Что-то очень сильное. Я, скажем так, вот у меня есть глыба, и я туда не заглядываю. Я просто искупаю и понимаю, что если удар пришелся сюда, значит, тщеславие, обиды, уныние искупаются через болезнь здесь. Если, значит, удар пришел сюда, значит, я искупаю то, что были страхи, безверие и так далее. С заизмой, я отвечаю здесь, фанатизма у меня не было, но был материализм. Это тоже идея, которая человечество глушит. Если я неверное отношение имел с женщиной, меня бьет по второй чакре. И здесь начинаются проблемы. Но они очень быстро проходят. Чисто символически об этом пишут души. Если человек правильно идет с нужной скоростью, те искупления, которые в определенной тяжести должны быть, они резко сокращаются, скажем так, в тяжести. Вместо вот такого наказания придет вот такое, потому что кто-то обидит дверь. Он все понял, его уже не подгонять не надо. А поэтому сделайте им путь полегче. Он уже все знает, он все понял и не останавливается, а наоборот разгоняется. Как видите, стимуляция хорошая. Да. Спасибо. Ну, так что? Ну, спасибо за лекцию. Я думаю, что все равно вы можете принять сейчас. Происходит примерно то же самое, что вот из книг, когда человек это читает. Даже с ней люди говорили, там, несколько лекций посетишь, и наконец начинаешь что-то понимать. Потому что нужно время и усвоение материала, надувание. Идут как вот, вам я эти, как детские кубики насыпал, но вы их должны составить все. Вот такое слово, вот оно, понимание должно прийти. Зарядка идет вот так. Вот духовное существо. Опять же, эти все сферы. Вот человеческий мозг. Он ограничен по возможности, как прокрустного ложа. Закладка, так скажем, если я вырос до такой величины, то и вы имеете души. Но у вас они пока заперты, у меня тут открыто. Следовательно, когда я говорю слово, которое я говорю, оно идет и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Оно там тоже идет. Но вы пока этого не осознаете. Вы это можете чувствовать через то, как вам хорошо, приятно, тепло на душе и все. То есть, вам идет загрузка. И вот эти все знания, они постепенно будут просачиваться. И вы будете мудреть, будете становиться сильнее. Борьба пойдет, уничтожая смирение прошлое. И торможение идет вот этих 7 минутных ошибок. Тем самым небольшой такой проход станете расширять за счет уменьшения вашей тени. Вы сами выйдете и участвует в разгребании этих завалов. Это очень важно. Если человек в этом не участвует, помощь оттуда перестает идти. Потому что Бог говорит, я за тебя, дорогой, на твою грязь не обязан убирать. Помогу, если ты изо всех сил сам идешь. Это справедливо. Так. Я уже говорил. Поэтому, и когда читал книгу, прочитаешь вот, скажем, с таким сознанием. Сознание, естественно, расширяется. Потому что я просто говорю, ничего себе, сколько много там. В следующий раз, думаю, хочу читать, такое ощущение, что эту книгу не читал. Начинаю читать, она совершенно в ином ракурсе у меня встает. Но я же вот этим сознанием уже, а не вот этим. Соответственно, она еще больше не дает. И так каждый раз. Идет настолько расширение сознания. Такое ощущение, что же за книга такая. И автор пишет в конце. До конца вы эту книгу так и не возьмете. Потому что она бездонна. Это связь с таких высот идет, откуда, скажем, вы туда никогда не попадете. Я вам даю эту вертикаль для того, чтобы вас не обманывали всякие проходимцы. Это все вот так. И вы это через ощущение в конце концов поймете. А ощущения у вас родятся тогда, когда вы будете побеждать, будете вот это. То есть чем шире проход, тем больше ваша же душа придет и начнет и болезнь из вас выталкивает. То есть это гармония. Она на клетке прекрасно влияет. Единственное, что только искупать. Искупать придется. Какое-то время. Юрий Николаевич, можно сказать, что вот эта вот стена, которая не дает проявиться. Это гордыня наша? Не только гордыня. То есть гордыня это вроде бы... Еще раз говорю. Прежде всего мозг нам мешает. Красной нитью по этому трехтомнику идет. Мозг с вами сыграл плохую шутку. Никто не стал Люцифера под покровом мозга. А он действует на вашу судьбу через мозг. Поэтому, скажем так, есть целая бригада этих бесов, которые обслуживают наше мышление. И они говорят, вот как бы вот так надо. И я думаю, что это я думал, но не я это думал. И поэтому я должен четко знать, когда говорит мама, когда говорит волк, я образно говорю, и вибрации. И я четко начал чувствовать это. Почему? Потому что ощущение не дает мне не распознать волка. Я его сразу чувствую. И чем у вас богаче ощущение, тем быстрее вы разберетесь. Перед вами тьма или кто? И тогда вот очень многие люди, даже после лекции, говорят, Вы знаете, я там ходил к такому-то учителю, известному, к такому. У меня пошло отторжение. А почему? Там тоже красиво все говорят. Я говорю, напоминаю вам, Иисус сказал, кто не согнует их против меня. Если вы встали на путь, куда вас звал Иисус, через короткое время вы все сами поймете. А я иногда молчу, потому что сказать человеку правду, что он ходил не к тому городу. А человек может сразу и не принять этого. «Да вы что, там такая величина, там такой светоча». Поэтому я помалкиваю, и само по себе процесс идет, потом сам человек понимает, что там была ложь. Красиво зашифрованная, замаскированная, но не хватало у человека разрешающей способности разобраться. Что там может, ну что сделаешь. Обвинять об этом не надо. Самое главное, чтобы человек не был ленив и быстрее избавлялся от своей невежества. Так что удачи вам. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.